Всем привет! Мы в Северной Осетии, небольшой республике на самом юге России. 15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. 1 сентября, прямо во время праздничной линейки, террористы захватили школу номер один города Беслан. В заложниках оказалось более тысячи человек. Три дня их удерживали без еды и воды в душном, тесном и обвешанном взрывчаткой спортзале. Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 334 человека погибли. 186 из них — дети. Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать от ужаса, злобы, сочувствия и боли. В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью. Как бы сильно по ним этот теракт не ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье. Ну и вообще, чем чаще и громче напоминать про Беслан, тем лучше. Вот наша логика. Когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде. Теперь государство должно окружить максимальной заботой всех, кто пострадал. И только через эту заботу оно сможет заслужить прощение, а после — и доверие людей. Делает ли государство все, чтобы его простили? Делает ли государство все, чтобы ему доверяли? Или кто-то очень стесняется этой темы и делает все, чтобы никогда и никак ее не касаться? Все это мы хотели узнать. Все, что узнали, рассказываем вам. Так-то мы раздельно были. Но я когда уже входила в сам спортзал, там вот так маленький коридорчик и раздевалки. И входя в этот коридорчик, я увидела, что в раздевалке уже стоит мама и с Мадиной, и с Викой. И так импунктнулось. И мы уже все вчетвером зашли в зал. Вам нужно было как-то исхитряться, что-то делать, чтобы маме кинул Мадину, в частности, она первоклассница была, чтобы она спокойно себя вела? Ну, у нас, в принципе, Мадина спокойная. Она просто там... Первый вечер она беспокоилась, как там будет ее собака без нее. Вот это первый вечер ее самой большой трагедией было, то, что собачка без нее. Вот. А кто? Порода. Порода, да, дворняжка была. Маленькая такая. Просто завели меня. Да. У мамы на тот момент была красного цвета голова каштанового. Ну, у мамы. Покрашена, да, цвета волос каштанового. И в какой-то момент я увидел женщину, сидящую с такими же волосами. И я подумал на секунду, что это моя мама. И в этот момент я, короче, чуть с ума не сошел просто. Но потом, ну, как бы в себя пришел, думаю, нет, это не она. Вот, это был самый жуткий момент для меня. Что ты спросил, Фаль? Что ты, наверное, не написал за ноги? Не написал почему? Да. Так вышло. А мы с ней договорились, мы с ней договорились, что если проживем 25 лет вместе, то вместо колец вытутруем кольца. Сделаем татуру. Сколько еще осталось, скажи, до 25? Сколько еще осталось? Не так много, кстати. Квозное ранение черепа, задето правое полушарие головного мозга. У нее лобная часть была просто вот эта вот кожа. У нас кости практически не было. Нет, нам же и поставили титановую пластину, конструкцию такую. И меня сразу предупредили. Вы знаете, вы, если сядьте в самолет, вы представляете, какое-то давление будет? Кости нету, все бултыхается. Ну, и на что я им ответила. Я говорю, вы знаете, а какая разница? Вот она в воздухе, вот, ее не станет. Или на земле. Может, какой-то вот шанс. Вот мы ее довезем. Вдруг это произойдет. Чудо, что мы ее довезем. Да. Мы прикрывали. У нас была кепочка. И даже эта кепочка стала давить. Вот, когда мы поднялись уже, то вот, видимо, давление поднимается. И у нее все это вот так выворачивается, собирается. Я держу, чтобы не обращали внимания на нас. Кепочка врезается. Но мы доехали. Да, это такой момент был. О чем только... Я не знаю даже, о чем я думала. Просто я потом как-то подумала. Я говорю, может, не надо было ее везти. Вдруг я ее не довезу. Ну, ничего. Мы доехали, довезли ее. Ну, вот, собрали ей череп. Чему она была очень рада. Говорит, вы представляете, какой у меня красивый лоб теперь будет. И вот она все время. Это первые ее слова были. Ее спрашивают, Фатима, вы где-то? Она говорит, а что мне сказать? Я говорю, говори лучше всех. И вот это у нее вот такая дежурная фраза. Фатик, как ты? Лучше всех, посмотрите. Стас Бакоев. Он из параллельного класса. Мы когда сидели в спортзале, вот, третий день, Стас сидел за мной. А я всегда, ну, для того, что мама работает медсестра, я знала, что у Стаса есть проблемы со здоровьем. И вот ты сидишь, третий день, и было очень тяжко сидеть. Хотелось прилечь. Но места же нет. Я смотрю, там, передо мной сидит ребенок. Справа от меня сидела тогда наша библиотекарща, уже пожилая женщина. Справа то ли Мадинка, то ли Вика сидели. И сзади Стас. И я в какой-то момент уже просто набираюсь наглости и прошу. Я говорю, Стас, пожалуйста, можно я на тебе полежу? Ну, почему-то мне казалось, что он скажет нет. Он сказал, давай, только недолго. И вот я тогда легла эти, не знаю, пять или десять минут. И прям полегчало. Ну, потом совесть не разрешила дольше спать, и я лежать, и я вот села. А почему? Потому что просто тяжело всем, да? Уже тяжело было все. Ну, даже если просто на тебе... Да, уже даже от одежды было. Тяжко. Вот, и вот это. Ты удивилась, чем он стал заниматься? Да. Мне стихи его нравятся. Интересные. И ждать себя не заставляешь. Это любовь, это песня. Она плывет в неизвесья. Забудь про зло и доверься. Лова, лова, заново от слова смогомейся. Это Боб. Да, мне нравятся определенные его песни и тот посыл, который он привнес в наш мир. А какой посыл он привнес в наш мир? Любовь, мир, добро. Твой первый альбом — это регги и около регги. Это музло, на котором ты рос, я правильно понимаю? Музыка, на которой я рос. Вот на майке как раз. Да. И вот даже книга вон там. Мне прислали ее с Англии большую. Папа привил мне это с шести лет. Я помню, он даже, помню эту историю, он принес новый магнитофон. Он часто бывал в разъездах. Принес магнитофон Sony. То есть помнишь, такие они вот разноцветными движениями. И кассет много принес. И там Deep Purple, Uri Heap, Pink Floyd, Led Zeppelin. И я вот взял эту зеленую кассету, как сейчас помню, четыре чувака в таких длинных этих. Поставил ее и начала играть Stairway to Heaven. И я начал слушать. Вот смотри, вот мурашки по коже сразу пошли. Это правда. Чистая правда, да. Я ее включил. И меня, короче, прям прибило на соло Джимми Пейджа. И я папе говорю, это кручо. И он сказал, это навсегда. И так и вышло. Это навсегда. Да, он сказал, это навсегда. Я просто помню, что тогда тоже, когда я вернулась в Беслан, она была тогда самой тяжелой. У нее там то ли какие-то осложнения случились, то ли что, и опять было тяжко. Вот это первые мои воспоминания Фатьки. Вот эти фотки ее в реанимации. А потом помню, как мы с ней познакомились, когда вот, ну, может, и у тебя такое было, да, что ты не ожидаешь от нее, что она вот такая. И заходит Фатя тебе домой и просто начинает сразу же всех подкалывать. О, ты толстая, а ты что здесь сидишь? А ты чего это? Про тебя. Да, вот ее она подходит. Дяна, вставай. Дяна, ну пошли. Дяна. Вот это ее. И это все так мило, все добро. Вот с ней прикольно общаться. Это мы ездили на Байкау. Знаешь, что такое Байкау? Да. Это озеро такое в Сибири. Это что это? Это я, да, да. Это озеро, это озеро в Сибири. И мы туда ездили, все наши компании очень красивые. Я всегда мечтал там побывать. Очень красивые. Но очень холодные. Очень холодные. И там комары вот такие. Вот такие там комары. Вот такие комары. Чуть, чуть, даже его чуть не сажали. Он тоже самый, он самый кругленький такой из нас. И самый вкусный. Это были не комары, это были муравьи. С крыльями. Серьезно? Муравьи вот такие были. Там вот такие огромные муравьи. Для меня это новость, да. Так, давай еще... Это твое обручальное кольцо. Да. А ты знаешь, что один из нас тоже сейчас выбирает обручальное кольцо? Вот так. Да? Вот так выбирает обручальное кольцо. Юра, что я тебе показал? Я? Да. Это коза. Это коза. Коза это на рок-концертах, когда... Да. Рок-н-ролл не слышала никогда? Да, слышала. Слышала? Вот на рок-концертах люди, это их условные знания. Я забыла просто Катю позову. Серега? Серега, Серега. Ты тоже будешь уже скоро жениться. Он уже скоро будет жениться. Как ты думаешь, он рад этому? Конечно, сладное его лицо. Сладное его лицо. Это была первая кома у нее, вот сразу после травмы. Потом, в первой годовщине у нас был гнойный минигоцефалит. Тяжелая форма. Девочка была в коме. Она просто вот вернулась к жизни. Ну, просто овощ. И вот после этой комы она... В общем, мы заново учились. Вот бывает новорожденный ребенок? Мы с соски начинали жевать, глотать. В каком возрасте, получается? Это 10 лет. 10 лет? Да, мы ее держали, мы ее... Ну, держали, кормили. Кормить тоже мы не кормили. Это все через зонды. Это все очень долгая картина такая была. Очень страшная. Очень было страшно. Даже вспоминать не хочется все это. Но так постепенно мы начали как бы возвращаться к жизни. Сколько раз вы были в Беслане за эти 15 лет? Было несколько лет, когда я летала каждые две недели в Беслан. У нас там Курпун был, я там жила, в общем. Я посчитала просто в какой-то момент, сколько я там провела времени. Как таково получилось, больше двух лет было. Беслан... По протяженности своей бесланское расследование самое-самое долгое расследование новой газеты. Почему? Понимаете? Ну, потому что это самая страшная трагедия, которая случилась в России. Ее нельзя было вот так просто оставить. Я не могла. Я приехала больная оттуда. И когда Муратов сказал, что мы возвращаемся, что мы устраиваем Курпунт, в этом Курпунте были все журналисты новой газеты. Даже отдел культуры, даже отдел спорта. А все туда ездили. И все привозили информацию. Все работали на то, чтобы вот мы шли в этом черном туннеле. Мы ничего не знали. Нам вот была версия власти, которая нам изначально оказалась странной. И мы ей изначально не доверяли, потому что уже было понятно, какие-то принципиальные моменты власть врала. Ничего еще не зная, но не доверяя этой официальной версии, мы вот в этом туннеле шли потихонечку к свету и как пазл выстраивали, выстраивали как кирпичик всю эту картину, пока не выстроили ее до такой степени, что мы теперь, в общем, понимаем, что произошло в Беслане, что предшествовало Беслану и что было после Беслана. — Организатор этого теракта — Шамиль Басаев. — Да. — Зачем ему это было нужно? — Басаеву нужен был осетино-ингушский конфликт. В 92-м году у нас республика Осетия и республика Ингушетия были на самом деле в ситуации военных действий между собой. Очень сложный конфликт с большими жертвами, совершенно до сих пор не изученный, не разобранный и до сих пор очень кровотощищий. Басаев хотел его реанимировать для того, чтобы была нестабильность. — Еще один очаг к неспокойству. — Совершенно верно, да. А вот каким образом ему пришла в голову эта мысль? Вот здесь нужно спрашивать спецслужбы Северной Осетии на самом деле. В первую очередь у БОП Северной Осетии, который заслал в отряд Басаева, агента Ходова, жителей Осетии. Басаеву переварбовал, Ходова использовали для того, чтобы выманить банду Басаева и взять. Но вот игры с террористом в такие вещи, в агентурные такие игры, они привели к тому, что Басаев всех переиграл. — И в итоге Ходов был в школе, и заложники же говорят про него как про одного из самых жестоких террористов. — Да. Он осетин, да. Он там был. — Сколько вообще сложностей вы провели в Беслане за эти 15 лет? — Десятки раз. Я каждый год бывала, ну до 2010-го, наверное, я бывала каждый год по три где-то раза. В 2005-м я вообще, ну, очень много времени там провела, и мне кажется, я даже оттуда почти не вылезала. А потом после 10-го уже, ну, поменьше, да, ездила. — Как террористы смогли туда проехать? Как груженная в фуру с террористами могла там оказаться никем не замеченной? — Мы когда ехали 1 сентября из Минеральных вод в Беслан, мои друзья, фотокорреспонденты, они наняли газель, большую, ну, большую машину. И мы на ней проехали от Минеральных вод до Беслана через несколько постов. На посту, который между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией, нас, ну, там была большая пробка, большая очередь. И к нам подошел парень, который сказал, что за 200 рублей мы можем проехать без очереди. И мы ему заплатили эти 200 рублей, и он нас провел, нашу машину сопроводил через пост. У нашего водителя записали, ну, фамилию документы он отдал, а у нас даже не проверили паспорта и не проверили рюкзаки, то есть даже не заглянули в машину, там могло быть все, что угодно. Ну, в общем, такая картина на этом посту, во всяком случае, со мной происходила довольно часто после, когда я там проезжала. То есть это такое место, где за проезд брали деньги. Все про это знали, и в Беслане все про это знали. И то есть вот этот вопрос, как они прошли, он, когда задавался в Беслане людьми, он задавался не со знаком вопроса, а с восклицательным знаком, потому что люди были возмущены тем, что, ну, вот этой коррупцией на дорогах, тем, что можно вот так вот проехать. Но тут надо уточнить, что все-таки по официальной версии этот автомобиль проехал не через блокпосты, а проселочными дорогами от Пседаха до Беслана. Но опять же, когда проводили следственные эксперименты, и женщины матери Беслана проехали там, вернее, они там не смогли проехать. Они сказали, что там настолько ужасная дорога, что их автомобиль не проехал. А уж что говорить про большой грузовик с более чем 30 людьми, груженный оружием, это вообще довольно странно. То есть, ну, как бы если мы не будем говорить про официальную версию, то можно предположить все, что угодно, что они могли проехать и по какой-то обычной дороге. Тем более, что заложники вспоминали потом, что один из террористов говорил им, вы даже не представляете, как мы прошли. А второй говорил, что вас просто продали, потому что, ну, за 20 тысяч долларов мы проехали. То есть вот такие вот вещи рассказывали заложники потом в суде. Это вполне может быть классическая иллюстрация, и эту страну погубит коррупция. Да, абсолютно. Правда ли, что военные Ингушетии и Северной Осетии были в курсе, что 1 сентября может случиться нечто? У них были агентурные сводки, что может случиться теракт. Вот ровно про это самое. Это те агентурные сводки приходили в Беслан тому же начальнику, исполняющего обязанности начальника УБОПа Сохиеву и в МВД Осетии. В 5 часов утра было сообщение из Чечни о том, что готовится к захвату школы именно в Беслане. Были другие спецсообщения о том, что в самой Осетии видели чеченцев подозрительных, которые говорили о том, что детей жалко, они ни в чем не новаты, но что делать? До теракта. До теракта. Все было. И все это вот есть. И мы эти вопросы все ставили. Почему? И ставили их заложники в суде, и родственники заложников. Почему все эти вопросы остались неотвеченными? Это вот вопрос к следствию. Наведем фокус еще раз. В 5 утра МВД по Северной Осетии, 1 сентября в 5 утра. Получается сообщение, что... Задержан некий гражданин Нарсамиков, по информации которого, в 1 сентября в Беслане планируют захват школы. Даже усиления не было. Насколько я понимаю, единственный сотрудник полиции, который был там, женщина, она была без оружия. Она была без оружия, да. Как террористы смогли из Ингушетии доехать до Северной Осетии? На самом деле, и это говорили заложники на суде, и родственники, жители Беслана, террористов часть... Во-первых, то, как они описывали сам захват, и сколько количества террористов, их было минимум в два раза больше. По описаниям, перекрестным описаниям вот из всех этих показаний сложилась картинка, что террористов было больше. Было больше женщин, было больше мужчин, были разные группы. И видели их до теракта в Беслане и на рынке, и в школе, и об этом давали показания, настойчиво давали показания жителей Беслана. Власть их не услышала, не проверяла. Террористы были уже в Беслане за несколько дней до теракта. С чего начался день? С того, что я встала раньше всех, потому что нужно было поехать купить букет Мадине, которая тогда в первый класс шла. Мадина, твоя сестра, которую сейчас застенит. Которая, да. И вот встали пораньше, ну, естественно, не раньше мамы с папой, но девочек. У нас еще одна сестра, Вика, вот втроем. И вот поехала покупать букет. Так, купила и вы втроем? Купила мы втроем, все три девочки. Мама, она и Мадину вела первый класс, и она работает в школе, в первой школе, медсестрой. И мы вчетвером поехали, пошли на учебу. А еще с нами была соседская девочка, мы ее попросили, чтобы она засняла все это. То есть она взрослая там, просто ради нас пошла туда, в школу, чтобы снять Мадину первый звонок. И вот камера, на которую террористы потом взяли и снимали все, это была наша камера. Да, в органах есть видео это. Для начала мы выходим из дома, просто вот все семьи выходим из дома. Может, по-моему, даже в школе есть немножко, что-то поснимали. Дальше все обрывается, и там время веселья тоже вставила эта девочка. Ну, это девочка поставила, просто время веселья. Первый звонок, мы на праздник шли. Я помню, мы накануне еще выбирали там с мамой пиджак, все дела, короче. На тот момент очень, ну, не знаю, почему, очень сильно, короче, хотел попасть в школу. Мы должны были с мамой выйти, но она задержалась. Я говорю, так, я сам пошел, говорю, мы вышли с друзьями. Именно в этот день я вот прям, вот как сейчас помню, пипец как хотел попасть в школу, увидеть одноклассников, ну, то есть, какие-то темы обсудить. Я стоял лицом к парадному входу школы, вообще, вот откуда ты заходил, вероятнее всего. Я стоял лицом туда и смотрю, какие-то, ну, бегут люди в масках и стреляли в воздух. И, честно говоря, ну, не сразу сообразил, пока они прям максимально не приблизились. Ну, в принципе, в смысле не сообразил, что это. Как бы я и до последнего момента не понимал, что происходит. Потому что, ну, люди, понимаешь, знаешь, это так удивительно, что, как человек начинает слушаться в такие моменты не себя, того, что тебя, короче, подгоняет. Притом, я не могу сказать, что я прям очень сильно в этот момент испугался, ну, страх был. Но такое ощущение было, что, короче, мне надо туда бежать просто. Понимаешь, эти люди стреляют в воздух, говорят всем внутрь, всем внутрь. Ну, то есть, происходит какая-то суета, вот это и разом вот огромное количество людей загоняют в школу просто моментально. Фатима туда пошла не одна. Она пошла со своей сестрой и со всеми со двора. А мама не повела ее в школу? Мама не повела, мама их проводила. Она спустилась туда, во двор, проводила их, потому что тут их очень много было. Она должна была просто покормить Георика. Им было 6 месяцев. И пойти навстречу, потому что они должны были пойти в парк, пофотографироваться, погулять. Вот она вот так не дошла до школы. Она осталась с Жоркой. Две сестры, родные, пошли в школу? Да, две родные сестры пошли в школу, сидели вместе. Она рассказывала, что мы сидели вместе. Рядом с нами сидела женщина, которая нас опекала. В плане в том, что она мне все время говорила, сними свои туфельки, они у тебя новые. Можно мы будем, вот вы будете туда ходить, вот будете пить, а мы все будем пить эту мочу? Но, говорит, я никого больше не помню, потому что, говорит, мне настолько было страшно, я, говорит, плакала. И младшая сестра, она, говорит, мне сказала, Фать, давай усни. Я, говорит, буду тебя держать, а ты спи, а то ты кричишь, и нас могут убить. Вот это она всегда вспоминает. И вы знаете, говорит, я, наверное, все это время спала от страха, я не знаю. К тому, чтобы минировать, они привлекали, в том числе, старшеклассников? Меня тоже привлекли. Ну, то есть, тех, кто, по их мнению, ну, то есть, физически пошел, я помню, я, короче, в руках держал эту тему. Ну, то есть, это была, это была двух, Coca-Cola, два с половиной литра, которая большая, да? Это она порезана по центру. Ну, короче, две нижние части бутылки пластмассовой, полторашки, они были друг в друга всунуты так, внутри начиняющие, этот, поражающие элементы, взрывчатка, обмотана скотчем, ну, то есть, ну, то есть, ты все видел, короче, я там видел, что там, как, вот. Шурупы, гайки, ну, да, вот металлические элементы, гвозди, там, вот это все. Помню, что они вывели мужчин, которые, как мне кажется, по их мнению, могли оказать им какое-то сопротивление, они их вывели и сразу расстреляли. Среди них был, по-моему, наш трудовик, я помню, они в коридоре прямо лежали, ничем не накрытые, вот так они лежали, и нас вывели. Вот тогда я увидел просто первый труп убийства, нет. Что вы ели? Что вы пили? Первое время воду. Ее кто-то выставлял? Ну, да, они ведро, первое время могли, по-моему, принести, ведро поставить. Потом уже просто отрывали материю. Когда нас уже не выпускали в туалет, мы мочились, соответственно, в бутылку, ты отрываешь марлю, кладешь... Кусок одежды? Ну, одежду, да, отрываешь, кладешь ее на горлышко и пьешь. Потом... Пьешь, собственно, мочу? Ну, не факт, что собственно. И потом, я помню, даже лепестки роз хавал, там, кактус. Мне кто-то дал такой, этот, маленький колонхоэ, знаешь? Это цвет, как кактус похож, он колонхоэ, такими этими острыми зубчиками сбоку, по-моему, для глаз еще или что-то от конъюнктивида, что-то такое. Вот ее я поел, но в основном что-то, что могло дать какую-то жидкость, это цветы, там, лепестки роз школьные, которые приносили, еще что-то. Нам разрешали пить воду, нам разрешали выходить в туалет первое время. Ровно до тех, до тех пор, пока по телевидению не передали, что в школе 300 человек. И тогда Ходов залетел с криками, если они думают, что у вас здесь 300 человек, то мы сделаем так, что у вас будет 300 человек. И нам запретили выходить в туалет, и нам перестали разрешать пить воду. Вранье штаба про количество заложников реально разозлило. Не знаю, штаба кого, и просто то, что это СМИ передали, да. Это их разозлило, это их ожесточило. Как я сейчас понимаю, это изначально, буквально в течение двух часов после захвата заложников в Кремле, в Москве, знали о количестве заложников. Они знали и понимали, что если страна узнает, что там более тысячи человек, и большинство из них дети, то реакция на эту трагедию будет совершенно определенная, что люди будут все-таки на позиции делать все, чтобы спасти детей. В том числе вести переговоры с террористами. Это единственный способ спасти заложников. И тогда, и сейчас, когда мы изучаем этот вопрос, я не понимал, в чем важность того, что от страны скрывали точное количество заложников. А в чем важность? Не понимали масштаб трагедии. И я, когда 2 сентября, через 2 часа, как я приехала в Беслан, в котором никогда не была, пообщавшись с родственниками заложников, которые уже полтора дня собирали списки и требовали от власти, от журналистов, которые там были в первую очередь, официальных каналов, дать информацию о том, что там больше 700-800 заложников, уже со списками ходили, понимали, что идет просто дезинформация намеренная о количестве заложников. 120 человек, потом было 354, и вот на этой цифре власть остановилась. И на этот час в этих списках 354 человека. Сколько он говорил? 300 человек. Какие 300? В основе сеть? 300 человек. А для чего? А для чего? А для инземей! Вы на какой 300 человек за там 50? А вообще, что ты тут говоришь? Там детей минимум 800, это беспрецедентный случай, такого захвата детей еще нет. Громче говорить, чтобы идти туда. А кто вы там признаете? Это совсем другой резонанс, 1000 детей там, или 300 детей. 50 не может быть. Мы лучше знаем. Так, еще иди, можно вас попросили? Камеры там, блин. Почему? Потому что 354 человека в заложниках и 1200 при условиях, когда невозможен штурм без потерь, это совершенно разные ситуации. И про то, что невозможно штурм без жертв, об этом говорил начальник Центра специального назначения генерал ФСБ Тихонов, говорил, что мы обследовали школу, школа старая, никаких подвалов, никаких коммуникаций, газ пустить невозможно, газ, они привезли туда газ, как по аналогии с захватом заложников Норд-Ости, когда они отпустили газ все-таки, вот. Ничего невозможно, то есть только штурм, это значит гибнут заложники, гибнет небольшое количество спецназа. Вот. При этой ситуации вариант был только один. Переговоры. Чтобы спасти детей. Но вот страна не знала, сколько там денег. Она узнала это после штурма. Вот. Когда пошли, понесли люди гробы и хоронили, хоронили, неделю после Беслана хоронили, вот тогда она узнала о том, что там случилось. Нурпаша Кулаев, единственный выживший террорист, сказал, что за каждого из тех четверых высоких чиновников, которых звали террористы, по 150 детей бы отпускали. Да. А есть какие-то подтверждения, что это была бы неразводка? Что зашел бы Засохов, его бы просто захватили или убили, а детей бы никто не отдал? Они звали на переговоры четверых человек. Засохова, Зязикова, Аслаханова и Рошаля. Или Рушаева. Или Рушаева. Неизвестно. Неизвестно. Но мы, Рошаль приехал и готов был идти. Мы думаем, что это был Рошаль, потому что они это связывали с Норд-Остом. Я верю в то, что Нурпаша Кулаев говорил правду, потому что, когда мы ему говорили, почему ты не взял автомат, Рита Седакова ему говорила, взял бы автомат и начал бы стрелять в своих же, если тебе было жалко этих детей. И ты бы был героем. На что он ответил, а почему ваши четверо не захотели быть героями? Пришли бы, и они, я слышал, я знал, что они за каждого из них собирались отпускать по 150 детей. Это 600 человек бы вышли. Шепель стал говорить, что это неправда, сейчас Нурпаша Кулаев может что угодно говорить, на что ему наши женщины в процессе говорили, значит, в какие-то показания Кулаева мы можем верить, а в какие-то показания мы не должны верить. А верят в то, что они на ГАЗе приехали? что они приехали. Он подтверждал, что они приехали на ГАЗ-66, вот дорогу показал, по которой они ехали, значит, в это мы можем верить, а в то, что он говорит о том, что собирались за четверых отпускать детей, мы в это не должны верить. Понимаете, опять-таки, должно было быть расследование, и все должно было быть расследовано так, как надо. — У вас были там двое детей? — Моих, да. — Это сын и дочь? — Младший сын и дочь. Из четверых — младшие дочки и младший сын. — Чем вы занимались все эти три дня? Как вы жили эти три дня? — Ну, вместе со всеми, кто там пытался разобраться в том, что происходит. Я был в администрации, в которой я сам поработал 8 лет когда-то. В этом здании там располагался штаб, туда приехали спецназовцы. Вот я, как человек, который учился сам в этой школе все 10 лет, ответил на их вопросы насчет того, есть ли там подвалы, подземные ходы или нет. А потом мы только обслуживали их, пытались помочь им, когда началась первая же ночь страшная гроза, и те уроды позвонили и сказали, что если выключится свет, более чем на 5 минут мы начнем расстреливать по 50 детей. Мне пришлось, допустим, за эти 5 минут организовать автономное питание, резервное и так далее. То есть все, что необходимо было делать для того, чтобы все завершилось благополучно, мы делали. — В сам штаб вы входили? — Нет, членов штаба я не был. Боевики передали, был там на переговорщике, сидел у нас парень по имени Виталий. О том, что они требуют, чтобы я в течение 5 минут к ним пришел. Вот. Я тогда сказал своему товарищу по имени Сергей, я говорю, у меня там мать, отец к тому времени умер, мать дома сидит, ждет. Я говорю, Сергей, я тебя прошу, я пойду, если грохнут только меня, а дети останутся, матери сначала сообщите, что дети живы, а потом скажете, что меня нет. Ну, если все кончится, тогда поступайте как хотите. И на оставшиеся 2-3 минуты я потратил на то, чтобы мне они казались крупными специалистами во всем. Я их спросил, как себя вести с террористами, чтобы максимально, может, выторговать человек 50 и так далее вместо себя. Пока они мне это объясняли, этому же Виталию позвонили, сказали, нет, идет Аушев, а его потом посмотрим. И это отменили. В эту секунду я уже считал, думал, как я с этими уродами буду разговаривать, как мне в них не вцепиться, не испортить все или наоборот. И вот это то, что во мне кипело. А так, конечно, был полный мандраж, стыд, страх, желание ворваться в эту школу. Вся эта каша, все это. А почему вас хотели позвать? Потому что ваши дети, потому что вы крупные чиновники. Да, они уже узнали, что там мои дети. Но в итоге из этих четверых, как я понимаю, пошел на переговор только Рошаль. Ну вот не просто физически подошел в школу. Я бы сказала, пустили. Пустили. Да, потому что Зязиков спрятался, а Слаханов приехал поздно уже. В пятницу, в пять часов он приехал вечером. В пятницу — это 3 сентября. Да, это 3 сентября, да. Вот. А Дзясохов хотел идти. И более того, члены осетинского парламента готовы были обменяться на заложников. И Паньков — это тогда заместитель министра МВД — сказал, что если он пойдет в школу или что-то сделает подобного рода, его арестуют. Для чего на переговоры они их звали? Есть это миф или нет, что один из этих четверых заходит — 150 человек выпускаем сразу? Так говорили заложники на суде. Вот. Что террористы готовы были отпустить заложников. Понимаете, когда зовут к себе людей — это значит, что, по крайней мере, хотят что-то им сказать. Когда зашел туда 2 сентября Аушев, который вместо Зядикова испугавшегося, заболевшего, исчезнувшего... Он что, реально испугался? Да, он реально испугался. Ну так не может быть. Может быть, может быть. Вы Зядикова не знаете. Милый человек, но не смелый. Вот. Вместо него пошел? Вместо него пошел. Никто на него стрелять не стал. Зядико просто боялся, что застрелит. Возможно, его опасениям... То есть это всегда выбор. Это философский вопрос, на самом деле. Нужно ли идти на такие требования, на уступки террористов именно в политике? То есть это независимость Чечни, прекращение военных действий и прочее, прочее. Это вообще малореалистичная вещь, на самом деле. Вот. С этой стороны, да. Это философский вопрос. Вопрос, который стоит перед властью и очень сложно, на самом деле, ответить, правильно или неправильно, нужно или не нужно. Но когда речь идет о конкретно ситуации, когда ты можешь выиграть время, можешь спасти хоть кого-то. И вообще, вот тогда надо говорить, говорить постоянно. Это процесс, это наука, на самом деле. Ну, у меня мой близкий, близкий, очень близкий, ну я его называю братом, Агай Вахов, он депутат Госдумы, начал меня искать и сказал, ну уже срочно, ты где? Я был немножко за городом. Я приехал, он ко мне приехал домой и сказал, что он меня ищет Шойгу. Потом на его телефон Шойгу позвонил, и он попросил его найти меня, зная наши близкие отношения. На его телефон Шойгу позвонил, потом я с ним переговорил, он попросил, мог бы ли я вылететь в Веслам. Я сказал, мог бы. Да, мне утром сказали, на каком борту я полечу, я утром 2 сентября вылетел в Веслам. Я пришел в штаб и сказал, что я прилетел. И там находился уже, когда я был президентом министра внутренних дел Республики Ингушетия, Хамзат Гуцериев со своим младшим братом Микелом Гуцерием. Они уже были там. Ну, я начал узнавать обстановку. Понятно, что было. Захватили школу, я начал узнавать обстановку. И я штабу, который находился в Весламе, сказал, пожалуйста, я прилетел. Что я должен делать? Там, конечно, было очень много вопросов, которые задавались. Ну, во-первых, по количеству захваченных. Говорили, что 356. Потом никто не знал, какие требования в штабе. Ну, понятно было. Потом они требовали, чтобы... Я так понял, почему меня пригласили. Потому что они требовали, чтобы зашел или Засохов, президент Северной России, или Зязиков, президент Ингушетии, или Рошаль. Ну, вы знаете, этот детский врач. Ну, видно, они все трое не заходили. Им надо было, чтобы кто-то зашел. Видно, вспомнили про меня. Ну, и я полетел, и я сказал, хорошо. Я взял... А Микаил Гуцареев, вот который... У него было... Как-то он, не знаю, вошел в связь с... Он назывался пресс-секторем отряда, который захватил... Боевиков, который захватил... У него был пресс-сектор свой. Захватил вот эту школу. И у него была с ним связь. Ну, и этот... Я говорю, соедини меня с ним. Ну, он меня соединил. Я говорю, так и так, я такой-то, такой-то... Хотел бы зайти в школу. Он мне сказал... Подождите. Ну, я ждал где-то час. Потом... Опять он вышел на связь и сказал, что хорошо. Заходите. И мне сказали маршрут, как я должен зайти. Угу. Я пошел. Вас инструктировали... Нет. Перед тем, как идти? Нет. Ну, подождите. Никто из штаба не говорил... А что мне... Какие вопросы они мне задали? Что я должен вы инструктировать? Ну... Вы идете в школу, где... Я для себя... Больше тысячи заложников. Ну, какая-то стратегия же есть у штаба? Нет. Ну, а какая стратегия? У стратегии штаба должна быть одна. Что они хотят? Я так понял. И они мне, кстати, никто не инструктировал. Зашел ты, например. Зашел. 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 Один, да. Стратегия — узнать, что они хотят? Узнать, что они хотят. Какие требования? И я сказал, что да, я готов идти. Меня встречали трое в масках. Начали натягивать на меня этот, как его... Мешок. Я сказал, нет. Я не одену мешок. Ну, да. Перепалка была. Я говорю, не одену или вы меня, или я. И так далее. Ну, они тогда одели на меня этот... Тогда хорошо. Одели на меня такое, как... Ну, как бывает. Операцию когда-то делают. Такое. Ну, как накидка такая, чтобы не видно. Ну, понятно. Они, наверное, думали, что у меня камера стоит. Ну, такая. Ну, я говорю, хорошо, это одевай. Ну, и все. Я зашел в школу. Ко мне... Я вышел этот... Ну, как он назывался? Командиром. Этого отряда. Ну, не знаю, кто он был. Ну, по крайней мере. И все время кто-то снимал. Ходила камера все снимала. Потом вышла директор школы. И она... Директор школы такая, пожилая женщина. Говорит, Руслан Султанович. Ну, здесь не 356. Здесь 1200 ложников. А это тоже... Чего? Говорят, они обманывают. Здесь не 350, а больше 1200. Их это злило, я правильно понимаю? Да. Я... У меня просьба такая. Ко всем вам, ребята. Ради Бога. Ради Христа. Ни одного ребенка моего. Пожалуйста, не обидите. Это зависит от Путина. От вашего. Ну, к Путину, конечно, я не смогу попасть. Да, я понимаю. Руслан Наушев герой? Я думаю, да. Руслан Наушев пользуется большим уважением у себя на родине. В Ингушетии и в Чечне тоже. Потому что во время вот этих вот конфликтов в Чечне Ингушетия всегда давала кровь, убежище чеченским беженцам. Ему за это благодарны многие чеченцы и ингуши. Второй аспект – это то, что вот у войнахских народов очень развитые родственные связи. Даже если эти люди в разных, скажем так, политических лагерях, и даже если они враги, у них все равно есть некоторое такое друг к другу. Ну, я не знаю, уважение может быть. Потому что они знают, условно говоря, кем был его дед, прадед и так далее. То есть вот какие-то вещи, они нам непонятны, но там это все очень важно. Я думаю, что вот эти два фактора объясняют, почему с ним так разговаривают. Ну и потом, да, еще, извините, третий аргумент, почему они с ним так уважительно разговаривали, все-таки это единственный человек, который пошел в школу, который туда пришел. И не уважать его за это нельзя. Ну, то есть дал мужика. Ну, да. Когда я попросил завести меня в спортзал, там, когда заходишь в спортзал, там справа-слева, ну, знаешь, да, как спортзал, когда заходишь, там раздевалки. В этих раздевалках было битком набито женщины с грудными детьми. Дети были, ну, практически голые. И вот это у меня бросило с глаза вот грудной ребенок, грудные дети. Они уже вторые сутки были, да, уже вторые сутки были. Это было второго числа. Ну, да, вторые сутки пошли, воды нет, духотища. Я же вижу, в каком состоянии. Это у меня сильно, я понял, что я должен все сделать, чтобы эти хотя бы грудных вытащить. Ну, я зашел в зал, там, битком набитым. Ну, я им сказал, что вы меня узнаете. Они сказали, узнаем. Я сказал, ну, попытался их как-то успокоить, сказать, что все будет хорошо, не переживайте. Ну, как-то людям дать надежду. Хотя, сам понимал, что очень сложно будет. Ну, и потом, когда вышел, я с ним говорил, говорил. Я говорю, условия какие? Он мне показал, листочек вытащил. Написано было. Я говорю, кто у тебя командир? Басаев. Какие условия? Он мне показал листочки. Там эти условия были. Ну, я ему сказал, слушай, грудных отпусти. Они в чем виноваты? У тебя же, наверное, есть дети? Или мыли? Или кто? Грудной. Вот что он тебе сделал? Ну, он так сначала думал, потом согласился. И 15 грудных, и 11 матерей. То есть, 26 так получилось. 15 грудных было. Когда они его начали выводить, я сразу контролировал, они начали благодарить. Я говорю, выходите быстрее. Я ему говорю, уходите. Женщины останавливались, и этим боевикам спасибо. Я говорю, выходите быстрее, выходите. Спасибо вам всем. Спасибо вам всем. Спасибо вам всем. Спасибо вам всем. И выходит, она, видно, была сестра. А ей лет, наверное, было 16-17. Он стоп, боевик. Это, говорит, ты не мать. Нет, ты кто сестра? Так. Я говорю, дай сюда ребенку быстрее. Боялся, что его назад отдадут. Ну, я у нее забрал. Я говорю, чей сын? Цакаева, она сказала. Руслана Цакаева. Я говорю, чей это сын? Она Руслана Цакаева. Ну, вот, я у нее забрал. Аушев для вас герой? Для меня герой. Потому что он спас близких, любимых моих людей. Аннету, Милану, Залину, Амину, всех остальных. Риту с ее детьми. Это единственный человек, которого не звали. Но который зашел. Многие неоднозначно об этом говорят. Но для меня он герой, потому что благодаря ему вот те 26 человек живы. Они живы, они радуются жизни. И я готова сказать ему спасибо и готова пожать руку. А неоднозначно почему? Это тема пригородного района. Но на тот момент, когда могли погибнуть все, когда никто не знал, что творится в спортзале, когда каждый молился, чтобы вот их близкие вышли. И на тот момент Аушев зашел. И вывел даун ингуши. Там были в основной массе свои ингуши. И это вызывало подозрения у людей? Это вызывало у людей подозрения. Но человек вывел 26 младенцев. 26 человек, среди которых были младенцы. Я ему очень благодарна. Вам передали записку? Да. Которую вы должны были передать в штаб? Да. Вы отнесли ее в штаб? Конечно. Что в ней было написано? Ну, там были политические все требования. Вот я сейчас, как я помню. Первое. А, интересно написано. Президенту Российской Федерации Путину от раба Аллаха Басаева. И вывод войск. Чечня в составе СНГ. В рублевом пространстве. Совместная борьба с международным терроризмом. Как на Кавказе, в России и так далее. Ну, вот примерно все. Угу. Вы понимали, что это невыполнимые требования? Ну, конечно, понимал. Ясно, что они пойдут. Кто с вами связывался после того, как вы вышли? То есть вы просто в штабе рассказали о том, что… Я показал, да, вот. А, и там еще… Нет, еще он попросил у меня другое. Он говорит, можно записать? Я говорю, что я должен записать? Ну, он говорит… А наш убитый… Один наш убитый – 50 убитых заложников. Один наш раненый – 25 заложников убитых. Отключает свет – 5 убитых. И телевидение тоже не отключать. Там все… И говорит, если свет отрубить, тоже… Пять мы убьем заложников. Ну, и все. И все. Примеры такие. Я еще дополнительно написал. Я пришел в штабе и все так сказал. Дальше вас отпустили? В смысле? Ну, в штабе. То есть что вы делали? Вы поняли, что… Я в штабе находился, я сказал, все, я остаюсь. Я же понимал, ну куда его? Как можно уйти в этой ситуации? Связывался ли с вами лично Владимир Путин во втором четверре? Нет. Со мной никто не связывался. Там был Яковлев, представитель президента на Северном Кавказе. Тогда был зам генерального прокурора. Он был потом военным прокурором. Фидинский. Фридинский. Ну и там еще. Наверное, Засохов там был. Ну и куча всяких генералов. Почему Засохов и Зязиков не пошли в школу? Не знаю. Ну, Засохов мне сказал, что ему запретили заходить. Вы верите в это? Ну, он мне сказал. Ну, его все-таки президент республики я должен верить. Но он так мне сказал. Я так и… То, что я сказал, я вам говорю. А Зязиков пропал? А Зязиков исчез. Как такое возможно? Да трус. Одним словом, трус. Вы верите в то, что говорит Нурпаши Кулаев, единственный выжидший террорист, что если бы каждый президент, каждый из тех, кого они просили, заходил, они бы 150 человек выпускали? Ну, я не знаю, что они этого. Кулаев так говорит. Ну, трудно сказать, что они говорят. Ну, по крайней мере, заходить надо было. Почему? Потому что заходить надо. Надо всегда говорить. Ведь, когда заложники, тем более женщины и дети, каждый уважающий себя мужчина должен заходить. Что бы с ним не случилось. Непонятно, что это за осколок. Нам показали вот такой подшипник, какой круглый, обточенный такой вот. И четвертая часть этого подшипника, вот как лезвие обточенное было. Во-первых, мы ее очень долго сомневались, Фатя это или не Фатя. Потому что вот мы, когда ее нашли, она вообще была… Они все на одно лицо в реанимации были. Просто на ноге было написано «Дзагоева Фатима». Не «Дзагоева», а «Дзагоева». Вот я заходила-выходила, я не могла понять, Фатя это или не Фатя. Я ее, допустим, не могла опознать. Но Жанна, мама ее узнала. Говорит, нет, у нас родинки одинаковые, это моя дочка. Как она вспоминает сестру? Как часто и как? Она очень часто… Вы видите, там фотография рядом с ней, полочка, там ее фотография. У нас утро начинается «Доброе утро, Зая». И заканчивается тоже «Зайка, спасибо, ты мне помогаешь». Спокойной ночи. Она не разрешает оттуда убрать фотографию. Потом каждая поездка, вот мы, допустим, куда-либо даже, вот мы едем во Владикавказ, или просто куда-то выезжаем, она всегда говорит, а давайте к Зайке съездим. Я ее попрошу и просто вот посижу возле нее. Мы пойдем на кладбище, она всегда говорит, Зая, я знаю, ты мне помогаешь. Пожалуйста, вот мне туда надо поехать. Вот ты же знаешь что, ты же мне помогаешь. Почему реабилитацию надо проходить в Германии? А почему мы проходим ее в Германии? Потому что мы периодически вынуждены бываем искать клиники, где Фатя может чем-то заниматься. У нас, допустим, этого всего нет. Мы можем воспользоваться полчаса массажем, там 30 минут, допустим, бассейн, массаж, ЛФК. Но даже не 30 минут, чуть меньше. Но это длится так. Если мы идем куда-то на лечение, мы там можем воспользоваться. Там же мы вот ездили в Дюссельдорф, в Бранденбурге. Мы изначально проходили реабилитацию по два месяца. И всего, чего мы добились, мы благодаря этой клинике у нас. Мы встали на ноги, с коляски встали, мы заговорили, мы стали передвигаться, мы стали кушать, мы сняли памперс, мы стали разговаривать. Все это благодаря этой клинике. Она была с утра до вечера, допустим, с восьми, с семи до пяти, она задействована. Мы занимаемся. В пятом году мы сделали первую операцию, ей поставили титановый имплант, собрали череп, можно сказать. Но у нас еще стоит шунт. И в то время он у нас как бы, наверное, или не практиковался, я не знаю, у нас его никто даже проверять не мог. — В России? — Да. Ну у нас, в данный момент у нас. И мы бывали вынуждены вылетать в Германию, чтобы приехать, обследоваться, поставить, настроить наш шунт, понаблюдаться и уехать. Но реабилитацию мы в последнее время никак не могли охватить, потому что это очень большая сумма денег. У нас всегда на обследование, на пребывание какой-то срок, всегда они бывают, нам выделяют, мы находим, мы просим. Если не получается попросить, у нас бывают благотворительные фонды, люди с доброй душой не забывают Фатю. Но периодически, чтобы мы периодически могли выезжать, нам мы вынуждены бываем просить эти деньги. Изначально вообще мы выезжали на свои деньги, это была людская помощь, у Фати на счету были деньги, потому что потом стали продавать, за Фатей числилась квартира, за погибшей дали квартиру, мы их стали продавать. Каждая поездка — это была одна квартира. Мы продали, поехали, что-то сделали, продали, поехали, что-то сделали. Ну а потом уже нечего продать, вот мы остались в этой квартирке, вот она, вот эта квартира, мы не можем ни съехать, ни переехать, потому что уже финансов нету таких. И мы вынуждены бываем, я очень всегда прошу, нам нужна реабилитация, потому что после этой реабилитации, во-первых, Фатя себя лучше чувствует. Она ходит лучше, она передвигается, она занимается. Тут она тупо сидит, вот это ее помещение, вот там зал в спальне, это ее тренажерный зал, вот это ее обитание. Никуда мы ее не можем отвезти, потому что нужен сопровождающий, где-то инструктора нету, где-то ее очень все боятся, не знаю почему. — Вы сказали, что помогло уехать на обследование государства. — Нам помогают, выделяют на обследование. — Но не на реабилитацию? — На реабилитацию мы уже четвертый год просим, пятый год. — Сколько стоит обследование? — У нас обследование, вот посчитайте, если одну МРТ, у нас 900 евро стоит. Мы там находимся 14 дней на обследование. — И в общем получается? — У нас округляется сумма 6-7 тысяч евро. — 6 тысяч евро на обследование. Это государство дает. А чтобы пройти полное реабилитацию? — Нет, у нас не бывает. На реабилитацию в последнее время вообще не можем взять деньги. — А реабилитация стоит 40? — Вот 40 мы сейчас нам выставили счет, нам прислали из клиники, ровно два месяца, на два месяца с моим приживанием рядом с ней у нас стало 40 тысяч евро. Нам часто говорили, ну что, вы же не одни в Беслане? Мы такое тоже в свой адрес слышали. Но в то же время мы встречный вопрос задаем. А почему мы должны опускать руки? Ребенок хочет жить. Она живет. Она ждет, что она поправится. Почему мы не должны? Да, нам в Германии помогли. Вот, пожалуйста, сделайте так, чтобы вы нам здесь помогли. Мы не будем у вас денег просить. Но нам и здесь никто не помогает. В плане лечения я имею в виду. — Лана рассказывала, что там в числе терапии есть лошади? — Да, лошади. — А что вы с ними делаете? — Катаюсь я на них. — О! — Катаюсь я на лошадях. — Тебе нравится? — Да. — Прям верхом, да? — Да, верхом. — А, не страшно? — Нет, не страшно. А там со мной там эти ходят. Ну кто с лошадками там ходит. — Тренер? — Да, тренер. — Слушай, а зачем? Это просто помогает общение с лошадьми? — Нет, это терапия, это терапия. — Ага. — А кролики еще есть там? — Да, там же. — А что с кроликами делают? — Кролики надо гладить. Гладить надо там кролики. — И это тоже помогает? — Да. — У нас бывает так, что приходится очень долго ждать, допустим, вот, помощь нашу. Подключаются простые люди, артисты, просто дети, благотворители. Кстати, было очень плохо. Это было в позапрош... Нет, это было три года тому назад. Нам было очень плохо. И делали, короче, благотворительный концерт. У нас прямая трансляция была. Фатя сидела. Ей стало плохо, но оттуда она не хотела уходить. И вот собирали дети, собирали, приносили. Вот кто сколько мог. И тут нам объявили, что сбор закрыт. Вот не хотят разглашать, но вам помогли. Вот собрали деньги, и вот вы можете выезжать. Это был парень, футболист наш, Алан Загоев. Он даже не хотел, чтобы мы это разглашали. Я, я же говорю, низко кланяюсь ему. Огромное спасибо этому парню. Здоровья ему. — Там большая сумма была? — Миллион. — Рублей? — Да. И вот мы полетели. Я же говорю, в течение недели мы так быстро все организовали. Мы ее вывезли. Нам настроили этот шунт. Мы полечились, приехали. Вот это нас очень тронуло. Вот это было на самом деле до слез. — Там цветы стоят, это… — Да. — И шарики, это… — Фати 14-го числа исполнилось 25 лет. И мы когда там были, мы отмечали в ресторане. У нас дедушка, он всегда говорит, когда вы уезжаете, у меня почему-то бывает такое, такое вот желание вот обнять вас. Вдруг вот вы приедете, я ее больше не обниму. — Типа старенький. — Ну, он у нас, ему 82-й год, но он еще на спортивном велосипеде гоняет. Так что он еще не старенький, да. — Это ваш папа? — Да. Но он видит, что у нас мы как-то каждой копейкой всегда начинаем дорожить. Ну, собираем. — Вдруг что? — Вдруг что? — И мы сели как-то, и недавно он мне говорит, вы знаете, говорит, я хочу, чтобы мы Фати отметили юбилей в ресторане. Как раз такая погода была. Мы хотели поехать за город, а он говорит, нет. Я хочу собрать всех ее подруг, всех ее родственников, чтобы мы посидели. Вот я хочу накрыть на 80 человек, ой, на 50 человек столы. Ну и, конечно, каждый внес какую-то свою лепту, да. И мы это сделали. Вот вы бы видели за 25 лет Фатькины глаза. Она только переступила вот порог этого ресторана. Мы все, не только мы все это заметили, что вот каждый год в ней происходят какие-то изменения. И первый раз за все это время ей хотелось выйти потанцевать. То она всегда, нет, я хромаю, нет, у меня вот я калека, я инвалид. Тут она вот только подойдет и сразу на танцплощадку. Только выйдет, только, нет, я пошла танцевать. И вот мы все сидели, очень многие прослезились, но вот все, каждый год какие-то изменения в ней происходят. И она такая счастливая была, что папа, когда все это закончилось, он говорит, вот теперь я могу умирать. Я говорю, да, теперь надо еще следующий год ждать. В первое время Жанна никогда не хотела улыбаться. В первое время. И все время плачет. Утром встанет, подойдет, поплачет возле фотографии. Потом вот Фатя в таком состоянии. И вот, видимо, Фатя за всем этим наблюдала. И как-то вот она на диване лежит, и она нам задает вопрос. Вы не ходите никуда и не улыбаетесь только потому, что я не умерла? Вы бы, наверное, улыбались, если бы меня тоже не было. Мол, вот я вижу, вы постоянно плачете. Вы плачете потому, что я не умерла? Или вы плачете потому, что я осталась живая? И вот после этого вот мы решили, что вот именно Фатькина день рождения, я же говорю, вот что бы ни было, но Фатя и ее день рождения для нас святыми, вот эти даты. Вот этот день для нас очень святой день. Это вот так они нам готовили журналы, учились ее вот пользоваться зубной щеткой, умываться. Вот ее держат, она все это делает. Вот тут как надо держать щетку. Вот это Фатя. Сейчас она чистит зубы сама? Она все это сама делает, она уже, да, обслуживает сама себя. Вот это вот, видите, вот у нас какой шрам. Это вот все, вот эта вот титановая пластина у нас. Тут она вот обучают ее пользоваться, значит. Вот это тоже, вот это вот в зале с ней занимаются, привязывают, она ходит, стоит. — Если бы вот тогда, когда вы ее везли и поправляли кепку, чтобы, в общем, чтобы голова не ходила ходуном, как бы дико это звучало, и вам сказали, что вот она будет такой — сама ходить, отбивать нам петули при знакомстве. — Вы бы поверили? — Нет. И вот это почему мне нравится, что это все в одном месте. Я еще недавно сказала, я говорю, надо же. Вот когда мы уехали, первый раз на операцию, я говорю, мне надо было, наверное, остаться как беженка там. Просто вот мне кажется, если бы мы в то время вот так по три, по четыре месяца вот, и вообще чем больше мы там находились, у нас бы еще лучше были результаты. — А вы не находились, потому что не было столько денег? — Ну, конечно, как я могла оплачивать? Вот тут вот мы уже ходим. — Мы улетаем сегодня? — Да. — А сколько вы улетаете? — Мы вот сейчас вот с тобой поболтаем, мы уже едем в аэропорт. — Если мы вернемся через неделю, через две, что тебе привезти? — Ничего. Сами приезжайте. Туда должна была поехать сразу Политковская. В этот же день она связывается по телефону с Закаевым. Она, у нее уже был опыт Норд-Оста. Она понимает, что переговоры — это очень важно в этой ситуации. Она вылетает, прямые рейсы отменяют из Москвы во Владикавказ. Она вылетает кривым в Ростов, и ей подсыпают что-то в чай. И она практически в коме в аэропорту в Ростове. Еле-еле ее спасли, ее отравили. То 2-го числа у нас планерка в редакции. Я вызываюсь туда полететь. И 2-го числа открывают прямой рейс из Внуково для родственников. При мне задерживают Андрея Бобицкого — это еще один журналист, который потом делал интервью с Басаевым. Тот Шамиль Басаев — террорист, который организовал Бесланский теракт. Его при мне задерживают во Внуково, потому что он тоже, как Политковская, мог выходить на подполье на чеченское, на руководителя в этом подполье, и, соответственно, мог быть мостиком к переговорам. Потому что переговоры в такой ситуации — это то, чего власть никогда не делает, и то, что надо делать, чтобы спасти заложников. Его при мне задерживают во Внуково, ну, по им присутствии, якобы он распивал пиво в публичном месте. Это не так, я очевидец этого. Я звоню в редакцию, говорю, что задержали Бобицкого, что мне делать? Говорят, сиди тихо, тебе главное долететь в Беслан. Почему государство так боялось любых людей, которые могли организовать эти переговоры? Потому что мы с террористами переговоров не ведем. Так было в Нурдосте, так было в Беслане. Ну, в 2004 году Масхадов был президентом Ичкерии, независимой Чечни, как считало террористическое северокавказское чеченское подполье. И, в общем, грубо говоря, он был главарем всех, всех чеченских боевиков. Они должны были... Шамиль Басаев руководил ими как военный, как генерал, да? А у Масхадова был политический вес. То есть он был... Политик номер один. Он был президент, да. Он был президент Ичкерии. Поэтому уж точно бы этот человек, ну, если бы даже не отдал приказ, ему подчинились, ну, по крайней мере, к нему прислушались. Те, кто захватил школу. У него был представитель Закаев, который на тот момент был уже за границей в Лондоне. Закаев был официальным представителем Масхадова в Европе. Вот. И поэтому на него выходила Политковская. Она с ним знакома была. На него... Или даже на Басаева или на там других террористов мог выйти Бабицкий, и что он и сделал на самом деле, когда сделал интервью с... Масаевым. Масаевым, да. И никто из нас... А договорились... Засохов, Аушев, Гуцереевы... Вот они вели эти разговоры с Закаевым, потому что и Закаева, и Масхадова прекрасно знали. Когда я ему спросил, кому ты подчиняешься, он сказал, подчиняюсь Басаеву. Я спросил о Масхадов. А он говорит, Масхадов президент наш. Я спросил, ты будешь... Ты выполнишь то, что он скажет. Другими словами, я думал, что... Ладно, Басаев дал вам такой приказ захватить школу, но я уверен, что... Я был... Я знаю Масхада, я был уверен, что он никогда не одобрил бы этот план. И что можно было привязать Масхадов к спасению людей. Очень коротко. Я правильно понимаю, что Басаев и Масхадов оба террористы, но они часто действовали по... Ну, Басаев часто действовал, не заверяя свое решение у Масхадов. Ну, у них всегда были... Они очень простые отношения между собой. Вы пытались связаться с Масхадовом? Да. Через Закаева? Да. Как это происходило? Ну, у меня появилась идея, я говорю, Засохова, Александр Сергеевич, давайте. Есть идея Масхадова привлечь. Тем более и Засохова Масхадова знает. Мы же давно все... Руководители Северного Кавказа... Он же был признанный президентом. Ельциным мой... В Кремле хранил. Ему самолет подарил, и бронированный Мерседес подарил на инаугурацию. Вон стоит самолет Як-40-й, и Мерседес бронированный подарили. Поэтому все с ним нормали. Но я его знал и до этого. Ну, в чем суть? И кто мог? Закаев. Закаев в Лондоне. Ну, я у военных штабе сказал, дайте телефон Закаеву. Вы же знаете. Ну, потом дали. Мы вышли на лондонский номер. Там стоял автоответчик. Я ему продиктовал, что Ахмед, это я. Я тебе перезвоню. Ну, потом через... Я сделал паузу часа полтора. Перезвонил, он ответил. Я ему сказал, ты же понимаешь, что то, что сейчас происходит в Беслане, что вас будут ненавидеть в мире. За это ваши политические цели – это одно, а женщины и дети – это другое. Он говорит, я понимаю. Я говорю, выйди на Маскадова и скажи, чтобы принимал меры. Он сказал, у нас односторонняя связь. Ну, я говорю, вот. И так далее. Потом, я не знаю, как они срезались, в интернете я утром, третьего уже числа в интернете было, заявление Маскадова, что он, что они с женщинами, с детьми не воюют, и он готов. И? Засохов сказал, что готов предоставить коридор. Засохов не мог предоставить коридор. Я говорю, федеральные силы должны коридор писать. Готовы ли были федеральные силы? Не знаю. Я знаю, что третьего числа спасла стрельба. И я был уверен, если бы… Я думаю, если бы Маскатов пришел бы, я думаю, что вопрос можно было решить. Сразу было разделение в Беслане на штаб официальный, который, в общем, люди, которые в него входили, это все северо-осетинские чиновники, они даже не знали, что они туда входили. Они узнали после теракта. Штаб реальный, который составляли заместители директора ФСБ Патрушева Анисимов, Проничев, Тихонов. Я не знаю по поводу Анисимова, но точно знаю, что Тихонов и Проничев получили героя за Норд-Ост. За то, что они пустили газ, отравили террористов, спящих расстреляли, заложников не спасли. Эти люди определяли, что будет в Беслане и как действовать. И у них изначально все действия были направлены на силовое решение. Хотя тот же Тихонов, еще раз говорю, обследовав школу, они понимали, что это будут огромные жертвы. И среди заложников, и среди спецназа. Ну вот, они об этом докладывали. Я думаю, что было решение принято. Силовое все равно. Как пытались выйти на связь с Масхадовым? Я? Я пытался, да. Это делали Гуцериев, Засохов и вы? Все были в разных местах. Засохов выходил на этого мерзавца, который в Лондоне бороду чешет сидит, Закаева. И потом я узнал, что он через него пытался выйти на Масхадова. Гуцериев я не знаю, выходил или нет, но я с Масхадовым был знаком тогда, когда он еще был официальным президентом Чечни. И я ему подарил на одной из наших встреч такой маленький Коран. И он его носил вот здесь вот. Через пару лет мы встретились. Тогда он еще был, говоря, официальным президентом Чечни, с которым разговаривали лебеди и всякие там другие деятели. Я спросил, ты, кстати, мой подарок. Он его достал, говорит, он всегда со мной. Потом, чтобы вы знали, я потом скажу, почему это отдельно. У нас есть у горцев свои принципы, после которых стыдно жить и еще стыдно подыхать так, как с ним, как он подох. Когда ему было тяжело, мы во Владикавказе, его жену и семью, она у нас была. Пока над ним и над его семьей нависла угроза. Это когда? Это было где-то в 99-й год. Это наш долг. Мы даже кровник, если к тебе домой, у тебя спрятался, ты не имеешь права его трогать. Ты можешь его убить где угодно, но не в своем доме, ты должен его обслуживать, потому что он гость. Это тоже было. Но когда они начали официально писать свои дурацкие записки и говорили, только с Масхадовым разговаривайте, я нашел в Баку по имени Али, его официальный представитель, там офис у него был, Масхадова. Я его набрал, нашел его телефон, набрал и сказал, Али, я-то ему раз Мамсуров, вот тогда-то, когда-то мы с твоим начальником общались, он говорит, да, он мне о вас рассказывал. Вот передай ему теперь, что беда пришла и от его имени, имени Малаха здесь убивают людей. К тому времени они уже убили более 20 человек. Он говорит, да, я обязательно передам, вы будьте на телефоне, он обязательно перезвонит. И с того момента, до этих взрывов, вот этот кнопочный телефон был для меня, как для фаната самой ценной дорогой. Я боялся моргнуть вдруг, будет звонок, и он не перезвонил. Вот тебе Масхадов, этот мразь, вот это то, что у меня было с Масхадовым. Смотрите, вот то, чего я не понимаю. Масхадов — главарь всех чеченских террористов на тот момент. Часть террористов — чеченских, ингурских и всех остальных — захватила школу. Через Закаева Масхадову звонят и говорят… И требуют, чтобы он что-то сделал. Да, что-то сделай. Какой интерес у него это делать, если его же люди все это организовали? Нет, не его. Я не думаю, что он вообще в этом участвовал, потому что Шамиль Басаев действовал достаточно самостоятельно уже к тому времени. Собственно говоря, ну если совсем уж там немножко на 4 года назад отнестись от этих событий, вспомнить 99-й год нападения Басаева на Дагестан, это было сделано вопреки желанию Масхадова. Масхадов был политическим лидером Чечни. Но не все силовые акции были с ним согласованы? Вообще силовые акции… Принимал решения о них, и их исполнял исключительно Басаев со своим окружением. В него входили ближневосточные исламисты, такие как Хатаб и прочие. Вот с ними он это делал. С Масхадовым это если и согласовывалось, то не в первую даже очередь. Поэтому Масхадов мог повлиять на ситуацию, когда уже был теракт. Но решить изначально… Я не думаю, что он вообще знал о том, что готовится такое нападение. Но есть другая версия, что Засохов с ним поговорил, Масхадов был готов приехать, Засохов взял пару часов на то, чтобы коридор обеспечить. Да не говорил Засохов никогда такого, и с Масхадовым он не разговаривал. Он разговаривал с Закаевым. И Закаев обещал, что Масхадов что-то предпримет. Он ничего не предпринял. Засохов сказал, если Масхадов захочет приехать и вздумает, а ему надо приехать, или хотя бы позвонить этим мерзавцам, то мы готовы обеспечить ему безопасность. Вот и все. А по-другому и нельзя было говорить. Вы считаете, Масхадов не приехал бы? Да нет, он даже мне не позвонил. Понимаете? Как я могу разговаривать с человеком, полковником советской армии, который был в моих глазах, был президентом республики, корчил из себя великого горца, хранителя наших обычаев. Чего же он мне не перезвонил? Когда его помощник Али говорит, я его найду, он обязательно. А чтобы его замаскировать, он мне говорит, правда там, где он сейчас, там глубокая ночь. Я говорю, вам что, трудно его разбудить? Здесь ужас творится от его имени. И он не перезвонил. После этого Масхадов для меня никто. Мроса никто. И ни живой, и ни мертвый. Ему пообещали коридор? Нет, это он просил, чтобы ему дали коридор, чтобы на подъезде его в Беслане не поймали, потому что он же в розыске у нас был, он террорист, но не номер один, но, может быть, не первый, но и не второй. То есть это человек, которого власть хотела заполучить. Он хотел просто гарантии, что он доедет до этой школы и зайдет в нее. И тогда он… вот и были все его условия, на самом деле. Так, почему этого не произошло? Вы представляете, если бы приехал Масхатов и вывел детей и заложников из школы? То есть не может наш враг нам помочь? Да, не может наш враг спасти детей и стать героем. Такая извращенная логика. Мне кажется, что власть всегда ошибается на самом деле. Особенно она выдает за слабость на самом деле силу. На которую не способна почему-то, да? Она считает, что слабость — спасать людей — это слабость. Спасать детей — это слабость. С ее возможностями манипулировать информацией, а она уже тогда в Беслане проявилась, это сила спасти людей, спасти детей. Но они так не думают. Вы хотели сказать, с их возможностями манипулировать информацией можно было позволить врагу вывести детей, но отманипулировать как хочешь. Да, конечно. И тогда бы… Я не знаю, можно было разделить, можно было вообще забрать себе все лавры, хотя мне кажется, что это вообще чудовищно, но можно было минимизировать последствия того, что это сделал Масхадов, но спасти ей детей. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ то ли сестра, то ли мама. Тоже точно не помню. Типа, Диана, вставай, побежали. Диана, вставай. И вот это чуть-чуть себя привело. Я говорю, а я не могу. Я не могу. Все. И потом, не знаю, пару минут, наверное, я особо ничего не помню. Я просто помню, что пыталась встать, хоть что-то пошевелиться. Никак. И как тебя вынесли? Мама меня опять-таки, нет, она не могла, я ж тяжелая. Ой, она меня тащила по трупам. И девочки тоже там были, она их не отпускала, да. И тогда уже, когда вошли спецназовцы через две тренажерки, вот тогда мама меня уже туда потащила и передала им. Вот смотри, когда мы устанавливали все события, мы… Одна из вещей, которую мы не могли понять, там же просто град пуль шел во все стороны. Но при этом куча народу как-то выбиралась. А как так получалось? Я не знаю. Ну вот это, не знаю, просто везение. Это то же самое, что в людей… Есть люди, в которых попадали осколки десятками, но ничего важного не было задето. Из меня попал один оскол. Вот что-то из этой серии не было. Я не знаю. Я не знаю. Ты помнишь, как ты возвращалась в Беслан, и какие у тебя чувства были в связи с этим? Да. После семи месяцев отсутствия я очень давно хотела. Сам приезд в Беслан… Вот он был, конечно, тяжелым. Потому что все это время ты думаешь только о том, что нельзя. Нужно держаться, нужно лечиться, нужно то-то-то. И ты приезжаешь туда, и вот через полгода сталкиваешься с этим совсем. Ты выходишь на улицу, а вот девочки по соседству, ее уже нет. То есть класс собирается, к тебе приходит класс, а вот там… Не весь. А они это все уже пережили. Тебе нужна реабилитация постоянно, так? Да, раз в год-то точно для поддержания физической формы. Вот. К чему она приводит? То есть что значит для поддержания физической формы? Для чего она нужна? То есть сейчас, уже спустя 15 лет, естественно, о том, что я вот так встану-побегу, речи об этом уже не идет. Вот. Сейчас она нужна для того, чтобы просто поддерживать оптимальную физическую форму. То есть, ну не знаю, это врачи. То есть есть такое дело, как спастика. Тонус, тонус в мышцах. Лечение именно там в одной конкретной клинике мне снималось спастику на полгода. То есть это уже… За счет того, что нет спастики, твое тело слушается лучше. Потому что нет сопротивления такого сильного. Да. То есть у меня потом еще искривление позвоночника. Они мне выпрямляют осанку. Если этого не будет, то… То что? То все, что до этого над чем бились, может сойти на нет. Потому что я-то сама занимаюсь. Но как человек… Это все равно, что ты с тренером в зале занимаешься или сам. То есть тебе нужен кто-то, кто тебя знает, кто видит со стороны, кто в этом разбирается и может где-то посоветовать, где-то помочь. Извини за прямотый вопрос. А если этим не заниматься, то ты будешь просто увядать, да? Угу, да. Мне стоит не позаниматься там два-три дня, не походить два-три дня. Я уже вижу, как мои мышцы садятся. Их и так не особо много. Но когда они потом еще совсем исчезают, то сразу видно. Как ты ходишь? С ходунками дома. Это такие… Да, на четырех ножках такие бабульки обычно в них ходят. Я слышал от одного человека. Если бы ты на реабилитации у этих самых немцев оказалась раньше, то, возможно, ты бы вообще смогла встать. И если бы я продолжала ездить именно туда, то, возможно. То есть я не говорю, что да, было бы. Ну, вот я была два года назад. Сколько это уже? Тринадцать лет спустя, получается, да? То есть мне, как я приехала, и они уже понимают, что ну, тринадцать лет прошло. Так, нужно подкорректировать осанку, нужно снять пластику, то, то. Так, работаем сюда. Работаем месяц. За два дня до отъезда. А там у них такая система, что ты приходишь на занятия, тебе говорят, ну, пройдись. Или попробуй сделать это движение, попробуй сделать то. Заканчивается занятие, а теперь давай сейчас попробуй, получается или нет. И вот в конце занятия меня ставят в брусье, мол, пройдись туда-обратно. Я прошлась, он спрашивает, ну, как? Я говорю, ну, что-то я этот… Ну, что-то, говорю, легко ходить, на руки почти не опираюсь. Он на меня смотрит, а ну, руки отпусти. Я просто вот беру руки, опускаюсь, стою. Он такой на меня смотрит, а это когда было? Я говорю, ну, не знаю, вот сейчас. Поэтому, конечно, даже уже, когда никто ничего не надеялся, хоть какой-то прогресс. То есть для меня вот так стоять без ничего, это прям… Раньше я так не могла. Все твои поездки за границу – это благотворительные фонды? Кроме одного раза. Один раз мы обратились за помощью к Таймуразу Замбековичу Мамцрову. Это был как раз вот последний год, когда он занимал пост главы. И один раз мне на лечение в Германию отправил Таймураз Замбекович выделить деньги из своего фонда. Так, а сейчас два года назад ты ездила? Это благотворители были, да. Ты сама это запрашивала или… Нет, они сами нашли, как-то через матерей Беслана вышли. Предложили поехать. А ты понимаешь, сколько стоит каждая реабилитация? Примерно. Там 20… ну, в районе 25 тысяч евро в месяц. В твоей семье тебе виделась идеальная история – это когда 25 тысяч евро в год просто выделяется для того, чтобы ты могла съездить на реабилитацию. Ну, тогда нужно было больше, чем месяц. А. Тогда нет, было больше. Тогда хотя бы два-три месяца. Задавала ли ты себе вопрос когда-нибудь, почему такой помощи тебе нет? Потому что в российских реабилитационных центрах тоже нормально? Или почему-то другому? Ну, первое, что просят – это да, чтобы было дешевле найти альтернативу в России. Но это не та альтернатива? Ну, это не та. Нет, в Москве был один реабилитационный центр, Крита назывался. Там тоже прям хорошее… их лечение мне подошло и хорошие результаты. Но он обанкротился и закрылся. Потом еще были пару… там пару раз пытались что-то найти, но не идет это лечение, не помогает. А тут просто есть… ну, вот есть эта клиника, которая помогает. Естественно, уже когда были перепробованы много всяких вариантов после Криты, вот тогда только мы начали настаивать на Германии. Мы до этого никогда не настаивали. Мы всегда соглашались, ну да, давайте посмотрим, давайте здесь. У тебя никогда не было обид на государство из-за того, что ты не могла ездить в Германию каждый год? Неважно, куда – в лучшую клинику, в ту клинику, которая тебе помогала. Обидно. Я не знаю, как правильно… Что сказать сейчас… Хотелось бы мне, чтобы это было, конечно. Хочу ли я, чтобы дальше… Не дай Бог, если когда что-то такое случится, да, повторится, чтобы остальным не пришлось точно так же, как мне и Фатьке, бороться за элементарные вещи. Да, мне сейчас даже скорее вот этого хочется. Чтоб у других было тоже… Не было так же, как у нас. Я работаю… Вот полгода, как устроилась на работу, я работаю бухгалтером удалённым. Расскажи, как это получилось? Судя по Фейсбуку, у тебя были проблемы в том, чтобы найти работу? Да. Я пыталась найти работу года четыре, наверное. Ну, то есть там были всякие разные заморочки документальные тоже, но года четыре пыталась строиться на работу. И официально, и неофициально, через разные фонды, разные центры. Вот. И в прошлом… вот в декабре этого… прошлого года нынешний министр здравоохранения Гогичаев Тамерлан Казбекович, он просто решил встретиться с тяжелораненными терактниками. Вот. И в разговоре с ним как-то я упомянула, о том, что не могу устроиться на работу. На что он ничего не сказал, всё прошло, уехал. Через неделю он позвонил со словами, «Диана, тебя хотят взять на работу. Ты согласна?» Вот. И вот так получилось. Какое у тебя образование? Ты училась… У меня высшее образование. Московский институт предпринимательства и права. Заочное отделение. Да, я бухгалтер. Как выглядело обучение? Заочно. Дистанционно, интернет. Так, а тебе нужно было на вступительный прилетать? Сколько раз тебе в Москву приходилось прилетать? Нет, мне так ничего не надо было. Всё через интернет. Мне пошли навстречу. Просто, когда я закончила школу, опять стал острый вопрос насчёт учёбы. Это всё-таки был 2006 год. Это не то, что сейчас, где дистанционное обучение даже в школах есть. А тогда это было достаточно весомой проблемой. Расскажи об увлечениях. Я заходил к тебе в Фейсбук, и, судя по всему, ты смотришь вечерние шоу американские. HBO любишь. Мои любимые. Расскажи. Тук-шоу американские, да. Я большой фанат Эленди Джейнерс. Да? Да, я обожаю Элен. Но она же крутая. Очень крутая, конечно. Она очень классная, да. То есть, да, и «Late Night». Я начала это всё делать просто, чтобы практиковать английский. То есть, там, фильмы и сериалы, я не могу смотреть там, не знаю, настоящего детектива в оригинале. Там слишком сложный текст. А «Late Night» шоу, это всё там, всё более просто, спокойно. Ты смотришь, и ну, круто делают. То есть, тот же Кимов или Фейсбук, и Фэллон. Их очень интересно смотреть. Что тебе больше всего нравится? Карпул караоке? Или когда играет на инструментах детских? Ну нет, у Джеймса Кордена, конечно, карпул. Вообще все его музыкальные номера. Да. У Кимова я люблю интервью. Мне он как интервью верняется. Фэллон слабый в этом плане. У Фэллона тоже есть всякие развлечения. Игры хорошие. Ну, а Элен я смотрю всё. От монолога до музыкального номера в конце. Ты смотришь, ты кайфуешь. Ты кайфуешь. Ещё у вас был созвон с сыном. Это они организовали звонок. Ну, теперь-то я знаю, как это было, потому что директриса рассказала. Они пришли, взяли моего сына за руку, повели его. И как мне потом рассказывала учительница другая, которая всё это видела. Она говорит, Зелим, ты босиком по стёклам идёшь, битым, порыжишься. Он ей говорит, меня же всё равно убивать ведут. Какая разница? Пацану десять лет. Она почему-то это сильно запомнила. Вот. И они заставили директрису позвонить мне. Она со мной разговаривала. Тогда не было мобильников таких. По стационарному телефону. Вот. И сказала, что им всем плохо. Я говорил с ней. А потом они, оказывается, передали трубку сыну, а я не знал, что я с сыном говорю. Он говорит, вот, это он напомнили мне. Я ему сказал, Зелим, ты мужчина, ты... Он говорит, папа, скажи, чтобы не было штурма. Он десять лет, пацановый, понимая, что это ему кто-то говорит, откуда он понимает. Я ему сказал, Зелим, ты мужчина, там твоя сестра, твои родственники все, держись. Штурма не будет. Если будет штурм, я сам стану перед ними и не пущу. Потом я что-то сыну говорил, оказывается, уже трубка была в руках боевиков, и они её бросили. Мы говорили про переговоры. Власть-то ведь всё-таки пошла на переговоры с террористами. 3 сентября Зенгионов договорился о том, или Аушев договорился о том, и Зенгионов потом подтвердил эту договорённость, что приедет наш МЧС, четверо сотрудников, и заберут тела мужчин, которых террористы убили 1 сентября. Вот в этот момент, когда приехала машина МЧС, и произвучались вырывы. Завр, здравствуйте. Что в эти минуты происходит близ школы? Здравствуйте. Вот вы слышите? Это только что пропеллер МЧС, в котором, в принципе, привод сегодня ещё не было, где-то самое неочное. Что это были за взрывы? Я так понимаю, что это важнейшая часть в изучении штурма и причины, почему же столько людей погибло. Это важнейшая часть. Заняло много лет. Моей личной жизни заняло много лет, чтобы узнать, что реально произошло и доказать это. Но вот сейчас можно уже проще об этом говорить. Официальная версия. В этот момент, в час дня террорист, который сидел на педали. Вот спортзал, вот под баскетбольными кольцами сидят террористы, у них нога на педали, весь спортзал заминирован. Один из террористов снял ногу с педали, и все взорвалось. И это были первые взрывы. После официальная версия гласит следующее. Сразу начали стрелять террористы по заложникам, в спины заложников убегающих. И наш спецназ побежали в школу спасать детей. Сразу. И погибли. А на самом деле все было по-другому. В тот момент, когда МЧС-цы подъехали к школе, в спортзал был обстрелен с пятиэтажек, которые перпендикулярно уже спортзалу, совсем в близком расстоянии, находятся по переулку школьной. С крыши 37-го и 39-го дома было выпущено какой-то промежуток совсем небольшой времени выстрелы из РПОА и РШГА. Это РПОА это шмель, вот, а РШГА это ручная штурмовая граната. Могу сейчас уже ошибаться, потому что все-таки я человек не военный, но именно ее тактические характеристики и снаряд, который она несет, собственно говоря, смогли бы произвести эти разрушения под окном спортзала, которые там оказались, такой большой проем, вывал кирпичей наружу, через который, в том числе и заложники выбегали, что важно, что вообще стало смертельным для официальной версии. Окно, пролом кирпича наружу, вот спортзал, вот наружу, и совершенно целый подоконник с целыми переплетами из тонкого-тонкого дерева, которые сделаны. О чем это говорит? Что если бы взорвалось то, что говорили по официальной версии, официальная версия много раз менялась, то там бутылка, то там СФУ, то оно на стуле, то оно впритык, то на подоконнике, то еще где-то, то под баскетбольным, потом в результате они перенесли, официальная версия сначала говорила, здесь первый взрыв был, когда мы доказали, что первый взрыв был вот именно там, они перенесли уже туда место первого взрыва, это на 16 или на 20 метров больше, чем. Но вот если бы взорвалось любой СФУ террористов, все окно было, вот весь этот оконный, тонкий, деревянный был бы в клочья. Это уже речь идет о математическом моделировании взрывов, потому что мы тоже не сразу к этому дошли, не сразу за это зацепились, все это просто осталось на съемке. Мы все эти фотографии собирали, их изучали, изучал их в первую очередь член Федеральной парламентской комиссии, ученый Юрий Петрович Савельев, который совершенно на разных позициях с нами находился, и мы вообще никогда в жизни не пересеклись бы с ним, если бы не Беслан. Он оказался специалистом, он бывший ректор военмеха питерского. И вот он за эти все вещи зацепился, когда мы уже стали потихоньку... Сначала нашли огнеметы на крышах дома, потом узнали, что все местные жители, их было очень много, все давали официальные показания сотрудники осетинской полиции, они подвозили и заносили на крышу нашим спецназовцам, которые там сидели, вокруг школы было цепление, это оружие заносили туда, там остались эти тубусы от огнеметов, их нашли, их было очень много, очень многие местные их растащили себе на сувениры, и вот мы так потихоньку, шаг за шагом, узнавали, потому что, потому что самое главное, из показаний саперов 58-го, из показаний 58-й армии, из показаний заложников, из показаний пожарных, не взорвались, ни одно СВУ террористов в школе не взорвалось, именно как не сдетонировало, как СВУ, все взорвалось уже через какое-то промежуток времени от огня, от пожара. Да. В 2005 году я была летом в Беслане и общалась с людьми, которые потеряли родных в школе, и вот один из них Эль Брустетов, он рассказал мне про свое расследование, которое он сам проводил, и он показал мне, ну, мы прошли по спортивному залу, и он показал такое чердачное окно, и показал траекторию, по которой, по ему мнению, пролетел вот этот первый снаряд из огнемета. то есть, по его версии, получается, что с крыши дома номер 37, который сразу за школой, выстрелили из огнемета, и выстрел попал вот через это чердачное окно, и произошел первый пожар, как первый, даже не пожар, а вот эти искры, которые потом привели к пожару, они были на чердаке, то есть, первый выстрел и второй выстрел были извне, а третий выстрел, это уже как предполагает Северо-Остинская комиссия парламентская, а третий выстрел это уже было, то есть, в результате вот этих жара первых выстрелов, да, упала бомба, которая была прикреплена к баскетбольному кольцу, и вот, вот, как бы, этот третий взрыв уже был внутри, да. Кто эти выстрелы извне наносил? Установить, кто именно находился на крыше домов 37, 39, 41, невозможно, ну, никто не смог этого установить, наверняка знают, официальное, ну, следствие наверняка знает это, но вот, таких данных я нигде не нашла, но при этом есть показания жителей, я сама разговаривала с жительницей дома номер 37, которая мне рассказывала, что в первый же день, первого сентября, первый же день захвата, их всех заставили уйти из дома, и на крышу поднялись военнослужащие российские. Моя версия такая, во-первых, взрыв сначала был, штурм готовился, потому что профессионалы должны готовиться к штурму, но то, что часть продолжала тренироваться за пределами, даже Беслана, это говорит о том, что штурм должен был быть потом когда-то. Трое суток они дали, они написали, даем вам трое суток, трое суток не истекли тогда еще. Еще до ночи было время. Произошел взрыв, по телевизору крутили обращение какой-то женщины на своем языке. Она разговаривала, обращалась к своему мужу, одному из уродов, которые там были. Они смотрели телевизор и говорили ему, ты мужчина, ты поступишь как хочешь, ну вот у тебя самого дети, вот наши дети. Словом, нажалось. Как только я стоял тогда и смотрел этот экран, я понял, что это дебильное решение. И буквально как только это обращение закончилось, прогремел взрыв. Я думаю, муж, который смотрел все это, вот его что-то заклинило и понеслось. Но вы не можете не знать, как житель Беслана версию, которая очень популярна в Беслане, что взрыв первый, что сначала случился взрыв извне. Я, как житель Беслана, как инженер, как очевидец версии не выбираю. У меня есть версия, которую я сам знаю, как она была. Был взрыв внутри. Это в отличие от вас, допустим, у вас есть возможность много версий выбирать. У меня нет желания выбирать. Я точно знаю, что было. Но вы же знаете, что матери Беслана нашли тубусы от огнеметов на крыше домов, которые прям ряды. Это все было. Но взрыв произошел сначала в спортзале. Через короткое время был второй взрыв. И тогда я уже бежал к спортзалу и ворвался в него, когда все там полыхало. И буквально со скоростью минимум пять, десять детей и других раненых оттуда выносили и началась каша. Поэтому я эту версию не принимаю. Это даже не моя версия, но я склонна верить этой версии, которая гласит о том, что первые взрывы они произошли именно в спортзале школы, где находились все заложники. И взрывы были извне, с крыши пятиэтажки, последней, крайней, третьей пятиэтажки. Я верю в эту версию, потому что следственные органы, прокуратура на тот момент, которая занималась расследованием, они не представили своих аргументов, чтобы переубедить нас или убедить в чем-то в другом. Почему я верю в эту версию? Потому что в зале было много свидетелей нормальных, которые были еще в сознании, которые понимали и которые рассказывали, что сверху, по траектории как раз той третьей пятиэтажки, что-то влетело, выбило фрамугу с окна, она такая, не слабая, что-то влетело, это было доли секунд, произошел какой-то свист, какой-то хлопок и вот этот огненный шар. И дальше уже происходило то, что происходило, и вот это все ушло вверх, гореть начала крыша. Дальше я верю в эту версию, потому что расследование провел Юрий Петрович Савельев, он приезжал вместе со специалистами, мы вместе помогали ему, составили схему, как сидел каждый из заложников в спортивном зале, вот прям по номерам, кто, где, как, рядом с кем сидел. Это все сопоставлялось, проверялось, абсолютно каждый человек был расставлен по местам, потому что мы все друг друга знали там. Вот расследование Юрия Петровича, профессора кафедры техники горения и взрывов, оно показало, это специалист, которых мало в России, оно показало, что взрыв был, траектория взрыва, траектория полета снаряда, она именно с крыши пятого этажа. Его версию, вот его расследование Совет Федерации не включил в свой доклад, его даже не стали заслушивать на слушаниях в Совете Федерации, но Юрий Петрович написал открытое, нет, оно не открытое, он написал личное письмо президенту Российской Федерации и все в своем докладе он изложил. Он даже издал потом четыре книги расследования Бесланского теракта и там есть абсолютно все. Осталось все безрезультатное и поэтому я верю только в эту версию и не только я. Есть две версии. Официальная, что внутри школы террористы привели в действие взрывное устройство. На газ педали слетело или что-то еще у террориста и взорвалось. Вторая версия, так называемая народная, которой придерживаются люди, живущие в Беслане, что кто-то пальнул в школу из огнемета. В какой из них вы больше верите? Ты понимаешь, я могу и так сказать, могу и так сказать, но я, как человек военный и тем более президент бывшей республики, я не могу предуговорить. Я точно не знаю, как там произошло. Я видел, что пошел взрыв был, пошел над школой дым, потому что тополя вот так. Школа, тополя и школа внизу была. Пошел дым и пошла стрельба. Когда поехали забирать эти трупы? Что там произошло? Трудно. Была комиссия Совета Федерации. Там было одно мнение, было второе мнение. Надо спрашивать тех, кто был там внутри. Но там же и 333 погибло, но живые остались. Они должны сказать, что произошло. Мне трудно сказать. Если я скажу так, а вдруг я ошибаюсь? Я не могу кому-то какую-то версию ставить. Но как там могло взорваться? Но я видел, когда дошел в школу, там висел волшет баскетбольный, там что-то было прикреплено. Это я видел. Вот так посвалил по кругу, стояли по кругу эти люди в масках, боевики в масках, и они с оружием. Как они, что они там придумали? Но какая-то нога на педали, я сложно в это верю, почему-то нога может устать, и может пройти взрыв. Тут немножко вопрос. И говорить о том, что там взорвались все вот эти устройства, что взрыв произошел внутри, я с этим тоже не согласна. Потому что 3-го числа, когда уже все террористы были захвачены, и когда уже даже гражданский, вот бой закончился, да, и когда оттуда стали из спортзала, где была масса трупов, среди них был и мой ребенок, потому что выносили только на следующий день. Вот 3-го числа саперы вынесли, саперы 58-й армии, Гоглоев и Набиев. Они вынесли самодельные взрывные устройства где-то больше 30 штук. Сейчас не помню сколько. И они говорят, это что? Они говорят, это мы вынесли оттуда из спортзала. Это не взорвалось. И когда им задают вопрос, а если бы это взорвалось? И они отвечают, что тогда бы здесь все разлетелось, тут бы ничего не осталось. Тогда их спрашивают, а тогда что это было? Извне? И они говорят, да, выходит, что было извне. Это было 3 сентября, когда все говорили все, что видели, все, что видели, то и говорили. А потом даже на суде они пытались отказаться от этого, но уже не откажутся, хотя и пытались. В одном цепи третью висело вот еще то, что мы видели. То, что мы видели, сняли. Третью здесь сняли, потому что 3,5 метра куда приятный попробуют? А они между собой должны были? Они не должны были, они же соединены были, между собой. Какая-то цепь, нет, там цепь была вообще, она напутана была, хрен знает. Она соединена была, между собой вся. Вся была, может, несколько точек инициирования быть, проводов по 8 каждому дырка в стене, нет этого взрыва. Видимо, кто-то стрелял, мне не надо брать. Дырка в стене нет. Если внутри помещения был бы взрыв, вот эти, смотри, что-то шарик вынесли. Мы бы упали, где вот взрыв произошел, еще никогда не говорят, мы бы вытаскивали детей, нет, видимо, ничего, сколько-то нет, потому что оглохно не было. Это да, да, поэтому осколок вот от этого. В помещении не было сожжено, но у человека. Почему тогда государство это версию не принимает? Почему они настаивают, что взрыв прозвучал в школе из-за того, что что-то случилось у террористов? Ну, в нашем государстве как-то не принято наказывать, как-то это не модно. И не модно в нашем государстве разбирать ошибки. Вот, работа над ошибками у нас, оно как-то поставлено очень плохо. И зато в нашем государстве развита такая чиновничья солидарность. И поэтому я считаю людей, которые даже виноваты в допущении теракта, людей, которые призваны были обеспечивать безопасность, их даже не пожурили, их никого не наказали. все получили повышение в должностях. Даже тот же руководитель Федеральной службы безопасности района, в котором произошел теракт, и офис Федеральной службы безопасности находится в 100 метрах от первой школы, в 100 метрах находится, вы видели, даже ближе в 50 метрах отделения полиции. И, понимаете, никто не наказан. И Гайденко, руководитель Федеральной службы района, он ушел на повышение, он сейчас генерал. Вот. То же самое было с Андреевым. Андреев был руководитель Федеральной службы безопасности в республике, тоже ушел на повышение. То же самое, министр внутренних дел подал в отставку Дзантьев на тот момент. Все остальные, даже, которые, вот, ну, имели какое-то косвенное отношение к событиям в Беслане, все получили повышение в должностях. И это самое страшное, понимаете? Когда не проводятся уроки над ошибками, тогда те генералы, которые, уже вот эти кабинетные генералы, которые сидят, да, они понимают, чувствуют свою безнаказанность. И мы всегда просили, мы не кровожадные, нам не нужно того, чтобы их там, допустим, ну, посадили, казнили. Вы хотя бы назовите фамилии и структуры, которые виноваты в допущении теракта, которые виноваты в том, что столько жертв и среди мирного населения, среди детей, среди взрослых, среди заложников, и среди сотрудников спецподразделений. Я думаю, что штурм в любом случае бы начался в ночь, он готовился в ночь с третьего на четвертое. Но вот то, что он начался рано, раньше этого времени, ровно через час, после того, как Засохов выступил перед людьми в ДК Томи и культуры в Беслане и сказал, что у нас будет сейчас переговорщик. Очень важный человек должен приехать на переговоры. А он выступил перед людьми и сказал? Да, в 12 часов. И под этим человеком он имел в виду Масхадова? Я думаю, что да. Ну, точно не Аслаханова, который в 5 часов приземлился, который, в общем, как бы это... Я думаю, что он имел в виду Масхадова. Я уверена в этом. Я думаю, что изначально пытались сделать так, что это террористы взорвали школу, чтобы на них переложить ответственность до начала штурма. Потому что понимали, что по-другому вариантов решить эту проблему нет, а решать эту проблему надо. То есть или переговоры долгие, мучительные, нудные и с возможной победой Масхадова даже. Ну, потому что... Или раз и навсегда замочить террористов, а заложниками у нас не церемонятся в стране. Если ты заложник, это должны запомнить все. Это никуда не ушло. Да, у нас давно не было терактов подобных. Норд-Досту, Беслану. Нам всем людям надо запомнить, но если ты стал в этой стране заложником, Конституция в отношении тебя перестает действовать. У тебя нет права на жизнь. Его никто не будет соблюдать. Со всеми практически журналистами новой газеты тех времен я много общался, давал. Я ни от кого не уклонялся. Я был на канале «Дождь» и «Эхо Москвы», и вся новая газета, все эти журналисты совершенно секретные. Они все какие-то версии дают и так далее. Ну, понимаете, возможно, кто-то так мог думать. Я, например, знаю, что в нашей среде, когда обсуждалось, что сделать, мы готовы были пойти на все. Не то, что масхатов. Даже если бы сам дьявол пришел. Речь шла о спасении детей. Поэтому вот эти многосложные версии, которые рождаются у журналистов, ну, если им что-то такое точно известно, Бог им суде. Томар Азербайлович, вы сейчас говорите за себя. Я правильно понимаю? Я говорю... А готово ли было ваше начальство? Я имею в виду начальство Российской Федерации. Откуда я знаю? Во-первых, если переговоры велись за Каевом, то это не могло быть без этого начальства. Тогда бы отсекли вообще эту возможность переговоров. То есть вы считаете, что Путин был бы готов и дьявола, и москадового? Да, я думаю, да, сто процентов. Я думаю, что штурм начали извне. Я думаю, что... Я не знаю, кто это сделал, но очевидно, это были какие-то российские военнослужащие. Какое подразделение, я не знаю. Интересы, конечно, были начать этот штурм извне, потому что это был уже третий день, когда люди в школе сидели в духоте. без воды, без еды, в паническом состоянии. Уже были трупы и снаружи, и внутри. И, конечно, я думаю, что если бы затянули еще немного, то нервы родственников, которые были на улице, а вы не забывайте, что это были мужчины с оружием, ополченцы, так называемые, нервы родственников могли бы сдать. и уже раздавались тогда призывы, что давайте сами решим эту проблему, давайте сами туда пойдем. Как вы относитесь к версии, что штурм начался ровно из-за того, что нельзя было допустить приезд Масхадова и нельзя было допустить, чтобы террорист, враг России спас наших детей? Ну, такая версия есть, и эта версия возможна будет, но я помню, стрельбу началась, когда поехали за этими трупами. Я боюсь, что вот там они накосячили, и там пошла уже стрельба. Если бы там вот это не придумать, просто вывезли бы трупы, и можно бы продолжать переговоры и так далее. Но что там произошло, когда они вытаскивали трупы, вот это для меня загадка. И вот это, когда уже пошла стрельба, уже все, там уже пошло, и этот, этот позвонил, на ногу царей вышел пресс-секретарь, который, он говорит, нас атакуют. Он говорит, да вас не атакуют никто. Он говорит, нас атакуют. Вот разговоры. Я говорю, кто он? Он говорит, что их атакуют. Я говорю, да они атакуют их никто. А он говорит, нас атакуют. Ну, тогда, говорит, тогда привет, как он сказал, привет президенту России. И все, и бросил труп. И с тех пор больше не появлялся. Как вы относитесь к версии о том, что штурм начинали наши? Потому что Масхадов был готов вписаться. Не все в эту версию верят. Как относитесь к ней вы? У меня нет другого выхода и нет других фактов, чтобы я этому не верила. Понимаете? Нет других фактов. Если бы было нормальное расследование, да, вот расследование, которое проводят специалисты, которые говорят, вот так, вот так, вот так, вот это правда, вот это неправда. Вот что я узнала из прессы, что я узнала от людей, что мы все знаем. Я склонна в это верить. Пусть переубедят меня тогда, пусть представят другие факты, если это не так. На сегодняшний день я верю, что Масхадов собирался приехать, а мне хоть кто пусть приедет. Хоть кто, но этих детей, раз их уже захватили, их надо было спасать. Это потом другой вопрос. Какие там ставятся условия, какие-то ставятся, что спасите. Вы допустили, что это случилось? Любыми путями вы спасите их. Танки лупили по школе уже когда-нибудь. Танки, нет, танки, смотрите, танки стреляли, но стреляли они болванками, не снарядами, потому что если бы танк еще с таким реально снарядом, то школы бы уже точно не осталось бы половины. Во время штурма все-таки танки не принимали участие. В основном обстрел велся из огнеметов и гранатометов. По школе палило тяжелое вооружение. Это танк, который стрелял болванками, как нам говорят официальные комиссии. Болванка — это холостой заряд? Это да. Это болванка, которая не взрывается, она только разрушает, пробивает стену, чтобы какой-то доступ сделать. Вы верите, что стреляли болванками? Верю, потому что я сам на танковом полигоне в Добе или в Прибалтике водил танк Т-72. Если бы хороший снаряд, действительно снаряд, то полшколы бы снесло. Тем более, там расстояние было 15 метров. Но огнеметами стреляли боевыми? Я этого не видел. Огнеметов я не видел. Но тубусы на крыше? Да, тубусы были, они стреляли, но я этого не видел. И не видел, когда эта стрельба была. Взрыв. Ну вот меня ранило при первом взрыве. И я уже ноги не чувствовала. Ничего не почувствовала, как будто я взлетела и опустилась. И уже ноги я не чувствовала. И они, кто живой, уже поднимали людей и обратно в столовую, чтобы прикрываться опять. И мама с детьми ушла, а я осталась. А как происходил уход мамы? Она же вас пыталась вытащить сначала. Да, она меня хотела. Расскажите. Она меня хотела поднять. Я говорю, иди, говорю, сама спасай, говорю, детей. И она ушла, а я осталась. И этот террорист еще ко мне подполз потом, когда всех выгнали. Вставай. Я говорю, я не могу. Он меня на живот перевернул, говорит, ползи к окнам. там, говорит, безопасно. И вы поползли? Да, как могла, чуть-чуть. Что именно случилось? То есть, что оказалось поражено? Осколок в позвоночник попал. Вот, откусанный шуруп или проволока откусанная. Такой кусочек был. В позвоночнике застрял. В ребрах. Операция в Москве его вытащили? Да. Но при этом позвоночник уже поврежден. Ну, сказали, нерв не задет, потому что он в ребрах застрял у меня. Так, и что это значило? Ну, как синяк, видимо, на нерве образовался, а мозг, говорит, не задет спиной. И что это значило? Ну, сказали, ходить будешь, надо время. А сколько это время уже идет? Вам сказали, ходить будешь? Да. Так, а что нужно было делать? Все нормально, говорит, операция прошла успешно. Ходить, говорит, будешь, но нужна реабилитация. Ну, время надо, пока вот синяк рассосется. Ну, как? Реабилитация хорошая. Так, и она у нас наступила? Нет. Почему? Ну, нет нормальной реабилитации. Ну, какая-то же у вас была? Ну, была, ну, так, первый раз была, была в Пятигорске, потом в Самаре, потом в Крыму. Нет, после операции была в Подмосковье, в санаторий Голубом. И потом Пятигорск, Самара и Крым. И все. Как вы оцените эти реабилитации? Никак. Как мертвому припарка. Ну, не помогает ничего. ЛФК, массаж, тоже не помогает. Нету сдвигов никаких. Мы когда проводили предварительные исследования про то, кто как из жертв бесславно живет, надеюсь, вас это не обидит, но про вас сказали, что очень нуждаются. Соврали или нет? Ну, каждый человек нуждается. Я нуждаюсь в реабилитации хорошей. А так, то, что в деньгах нуждаюсь, это можно заработать. Фиалочки продаю, развожу. Уже год, год назад начала, и вот развожу, и по интернету в Инстаграм скинула, и... И люди покупают? Да. Пардон за то, что вообще не поняли. А в магазине просто фиалку не купить? Можно купить. Но сортовые, красивые, кучерявые, всякие, это только вот тот, кто занимается фиалкой. А-а-а. Вот это листочки. Вот с таких листочек я начала год назад. Я их посадила, они дали росточки, потом их пересадила. вот такие пересадила, они вот такие выросли. Так. Ну, вот эти, они большие не будут, они вот такие, как маленькие. А здесь она вырастает и появляется вот такая вот красивая еще штуковница? вот так. А сейчас нет, почему? Ну, отцвел вот бутончик только. Так, а сколько он держится, когда появляется? Ну, недели две. А-а-а. И вот с таких листиков я вырастила вот такие большие. Так, а продаете вы именно листики? И пока листики. Где вы это увидели? У подруги взяла листочки, она тоже фиалки любит, и посадила, потом по интернету заказала уже сортовые. У нее бабушкины, как говорится, фиалки. Бабушкины фиалки? Ну, голубая, розовая, а я уже заказала и белая, и бордовая, и розовая, разные, и синие. Смотрите, один листочек стоит 100 рублей. Да. То есть вы в Беслане, а кто-то заказывает этот листочек, и как вы его доставляете? В конвертик вкладываете в почту? Нет. В зип-пакет или в пакет заворачиваю, диск влажный на стволик, и в пакет, и потом сколько штук завернули в коробку, и на почту. сколько максимальных листиков у вас заказывали? Десять, пятнадцать. Ух ты, то есть это тысяча, полторы тысячи рублей? Да. Когда смотрю, там воды налью и успокаиваюсь. Приятно мне общаться с ними. Даже утром заезжаю и вот смотрю, которая зацвела, которая не пропала. Начинает пропадать, уже обрабатываю, гнило и отрезаю. Ну, по сути, это такие друзья ваши, да? Да. Приятно, когда начинают цвести. Все. В цветах бывает. Как ведет себя государство по отношению к вам? Как вам помогали после того, как все случилось? Ну, как, выплата была изначально, а потом уже со страха выплачивал две, два памперса и одну пеленку. Ну, и коляски дают. в шесть, в четыре года раз, или в шесть лет. Матрас противопролежневый. Это все дает государство? Да, но это когда мама пойдет, напишет, что мне вот это, вот это ВПР надо. Тогда они выдают, а так сами они ничего не дают. Но зато, если попросить, они выдают сразу. Да, если напишешь, там ждешь какое-то время, они потом выдают. Не, ну это же нормальная практика, они могут же не знать просто, что нужно. Да, когда, если потребуешь, они выдадут. Ну вот, к Битарову пошли, коляску попросили, и он сделал выплату, и я заказала ее в Крыму, и прислали мне скутер. Мама помогает, я сюда сажусь, завожу ключом и выезжаю. Она электрическая? Электрическая, аккумуляторы под сиденьем. Заряжается от зарядки. Максимум, какого вы выжимали? Здесь есть спидометр? 10 скоростей там. 10 скоростей. На 10-й ездили хоть раз? Всегда. На 10-й? Да. Такое кавказское вождение. Это первый раз я поехала с мамой на рынок, и за ней приехал брат. Пока он, ну сколько здесь, километров 6, наверное, до рынка. И пока он доехал сюда, на улицу, я за ними уже следом приехала. 6 километров? Да. Что вы в телевизоре смотрите? Сериалы. Какой у вас любимый? Любимый пёс. Пёс? Пёс. Это телеканал НТВ? Да. А кто у вас на рабочем столе сейчас? Панфилов. А кто это? Главный герой Пса. А-а-а. Вы сказали, что у вас нет реабилитации, но вы ездите в санаторий или куда-то ещё? Ну вот, последние два года назад в Крыму было. Процедуры и электропроцедуры были. А потом поехала через где-то через месяца девять поехала, дали путёвку и уже нету тех процедур, которые я до этого принимала. А почему? Ну, в путёвку они не входят. Как сказать, подороже стали, а путёвка, допустим, 60 стоит, и те процедуры в путёвку не входят. И мы некоторые процедуры докупали. В путёвку мне три массажа только вошло. В путёвке нет процедур? Да. А зачем такая путёвка? Ну, вот такие путёвки дают, чтобы глаза закрыть, чтобы вот они дали. Она поехала, полечилась, отдохнула. А так, лечения там никакого. И мне врач говорит, ты, говорит, на одну ногу хочешь три массажа или тебе на две разделить. И докупали до десятки эти массажи. А какая у вас пенсия? Около тринадцати. Только по инвалидности у меня стажа нету, поэтому... Смотрите, а какие деньги вы получаете в государство? Только 13 тысяч рублей? Да. И разовые истории, когда просите коляска и что-то ещё? тогда выдаю, да. Кроме реабилитации вам что-то ещё нужно? Нет. Только хорошая реабилитация. А я слышал, у вас мама кредит взяла. Она за кадром нам сказала. Ну, выплатим. А как вы выплатите, если у вас 13 тысяч рублей пенсия? Ну, мама получает, я получаю, сын работает. Как-нибудь. А большой кредит? Не очень. А какой? Не скажу. А для чего вы его брали? Вот двор сделать, чтобы ездить хорошо, ровно было. Потому что по ямкам на колёсах не пойдешь, проваливаются. А были ямки до этого? Собака нарыла. Тоже сериал «Пёс» в некотором смысле. Наши спецназовцы герои? Да. Да. Несомненно. Спецназовец Андрей Туркин, он лёг на гранату, чтобы спасти заложников, и она взорвалась под ним. На гранату, которую бросили террористы. Ну, и Разумовский погиб прямо в школе. Могила ему. Вы же видели памятник мемориальный ему возле школы. У меня нет сомнений, что эти спецназовцы герои, те, кто туда пошли. Я не думаю, что эти спецназовцы начинали штурм. Спецназовцы герои? Спецназовцы выполняли приказ и пожертвовали своей жизнью. Другое дело, что в моём понимании они выполняли преступный приказ. Я на месте, если бы я была спецназовцем, в такой ситуации я бы отказывалась стрелять. Ну, вы бы тогда просто не были бы спецназовцем. Да, я не спецназовец, я журналист. Поэтому в данной ситуации они выполнили ценой своей жизни. Это потери для Альфа и Вимпела, особенно для Вимпела. Они не несли никогда таких потерь. У них никогда не было таких потерь. Для них это был первый раз вообще за всю историю. И это показывает, что их прогнозы, что будет много жертв, не только среди заложников, но и среди спецназа. Да, потому что в таких условиях вести штурм очень сложно без потерь. А спецназовцы действительно были без броников? Были в бронежилетах все. В судебно-медицинских экспертизах, которые как раз по спецназовцам все есть, они все в бронежилетах. Эта версия, видимо, придуманная была гражданским лицом, потому что она немножко унизительная. Даже если бы взрывы были неожиданностью, наши спецназовцы провели три с лишним дня в полном боевом снаряжении вокруг школы. Они не снимали свои бронежилеты, они не отдыхали, они реально выполняли свою боевую задачу. Какую бы им ни ставили эту задачу, но это спецы, это одни из лучших спецов в стране. Не надо их так унижать. Они все были в бронежилетах, потому что они понимали, что от этого зависит их эффективность во время штурма. Ну я знаю, что Туркин, он бросился на гранату. Когда сняли эту решетку, которая стояла в столовой, железную, которую, кстати, пробили танком. Вот. И когда туда стали влетать прям бойцы спецназа, мне Зарина говорила, что вот в тот момент мы почувствовали, что мы кому-то нужны и что мы не одни. И когда стоял боец, вот он влетел и на железном столе стоял, и к нему кинулись человек, 10 детей, и они все кричали, папа, папа, вот они вот схватали его за сапог, и он не мог сдвинуться с места, потому что тут обстреливали эти. И она говорит, я видела, как вот они его держали за ногу, и как кто-то из них падал, потому что эти тут стреляли. И она говорит, тут врывался другой, этот вместе с детьми падал на пол, потому что, ну, чтобы дети хотя бы легли. отстреливался другой, я могу говорить о героизме всех. Я знаю, что Ласьков совсем молодой, мне показывали, что в деревне там открыли памятник, и никого больше нет у родителей. Я просто очень благодарна, я преклоняюсь, но тем не менее, я считаю, что есть руководители подразделений, или вот руководители служб, которые на тот момент принимали какие-то неправильные решения. Это было очень неправильно отправить отряд на отработку действий с БТРами и начинать тут штурмовать, подогнать эту машину, чтобы забирать трупы, подогнать, это что-то, какая-то нестыковка, эти уехали туда, эти забирают трупы, и тут начинают бомбить с крыши, и именно в спортзал, даже если нужно был приказ стрелять по школе, начинать штурм. Но почему именно в спортзал, где столько дней дети без воды, почему территория школы большая, почему именно в спортзал, кто дал команду стрелять именно в спортзал, или кто-то до такой степени тупой сказали, штурмуем, стрелять, он взял и стал стрелять просто так в спортзал, неужели за три дня они не отработали, куда можно стрелять, чтобы отвлечь террористов, и куда нельзя стрелять. То есть вы тоже склонны думать, что простые русские пацаны героически погибли из-за неверных действий начальства? я тоже так думаю и тоже обвиняю руководство в том, что были приняты неверные решения. Мы выходим гулять, когда мы пойдем и через школу заходим. Мы постоянно гуляем, в смысле, мы заходим, она всегда сядет, ко всем подойдет, вот это моя одноклассница, потом подходит к кальфовцам, когда она, вот я стала замечать, она начинает, вот подойдет и может перекреститься и что-то про себя говорит. Я ее вот совсем недавно я гуфаю, я не могу понять, что ты говоришь, я им говорю спасибо за то, что я жива. Вот это вот совсем недавно вот это новое для нее, вот она станет возле них и каждого должна погладить, подойти. Почему столько детей сгорело? Ой, вы знаете, я вот это вообще не могу вспоминать и вот Фатя всегда говорит, почему приехали пожарники, где нет воды? Вот я не знаю, откуда она это знает. Почему они приехали и не могли потушить пожар? Всегда говорит, и почему вот здесь наш отдел, а вот здесь наша школа, почему мы горели? Вот она всегда, когда мы выходим, она все так посмотрит с балкона и говорит, я не могу понять. Отдел пожарный? Нет, отдел МВД, да. Я, не могу понять, вот сюда смотришь, милиция меня охраняет на пятом этаже, туда посмотрит школа. Почему говорит, мы горели? Вот она всегда вот это говорит, почему мы горели? Не знаю, почему они горели? Больше сотни заложников погибли не от огнестрельных оружий, не от а... Сгорели. Они сгорели. Как так получилось? Потому что обрушился потолок. Почему не горел? Потому что пожар не тушили, потому что идиоты приехали без воды. Пожарники приехали без воды, а потом искали, уже когда нужна была вода, они искали гидранты. Как такое может быть, когда три дня вы ждете ключевого события, штурма? Вот так может быть, оказывается. Это чувство ответственности. Если тебе кажется, я пригнал пожарников и дальше в носу ковыряешься, а мы рассчитываем, что стоят пожарные машины и все в полном обмундировании, то значит гарантия есть, что будут работать. А вот так оказалось. Вот с пожаром тоже такая же история. Понимаете, я ни в коем случае тоже не хочу обвинять бойцов, которые в МЧС, которые я видела, они кинулись туда, тушили, спасали, выносили. Я не обвиняю их ни в коем случае, но опять-таки руководство. Когда мы спрашивали на суде руководителя МЧС республики и когда мы спрашивали других, которые спасатели, почему они приступили к тушению пожара спустя два часа, и они нам отвечают, нам не было команды начать на тушение пожара. Как боевое подразделение должно ожидать какой-то команды. И когда министр МЧС отвечает, что штаб должен был дать команду, на тот момент уже я не руководил штабом, я моих действий никто не прислушивался. А кто руководил? Кто руководил на тот момент штабом? И почему должна была быть команда приступить к тушению пожара, когда там уже гражданские тушили, когда уже туда зашли, забежали все. Вот понимаете? А была же история, что они без воды были? Да, была и такая история, потому что подъехали пожарные машины, они стояли два дня на готове, в них как бы по инструкции, как они говорят, я не смотрела эти инструкции, как они говорят, что эти пожарные машины были районные из Владикавказа, и они были до половины заполнены водой. А мы говорили, почему до половины? Это же на 3-4 минуты тушения пожара. И они говорили, нам отвечали, что они должны были вкрутиться в гидрант, который во дворе школы, там есть специальные краны такие, где-то вот в земле, и пожарные должны были свои шланги туда вкрутить. Но мы говорим, вы понимаете, это бой, вам что, террорист, который на крыше, он даст возможность туда вкручиваться, они пришли умирать, а вы пришли спасать. Почему за два дня вы не наполнили эти машины? Путь бы с них текло, наполняйте, но в тот момент вы подъехали, и пока они вкрутились в этот гидрант, там не подходили какие-то наконечники, бегали, искали наконечники. Ну, в общем, вот такая неорганизованность была. Вот Бесланский теракт показал, что в ситуации террора, в ситуации, вот когда идет бой, наши не сработали. Сработали, ну, прямо вот, ну, скажем, на три, но это далеко не на четыре и не на пять. Хотя время было 52 часа на то, чтобы все разработать, все, чтобы подготовиться. с одной стороны, российское государство говорит, что мы с террористами переговоров не ведем. Хорошо. А с другой стороны, спасательная операция, которая, кстати, происходит спустя два года после теракта в Норд-Осте, много странных вещей во время теракта в Норд-Осте, и, казалось бы, можно сделать работу над ошибками и по-другому действовать в следующий раз. Но проходит два года, и ты снова проводишь спасательную операцию, где один косяк на другом. Почему так получается? Почему наша страна вот, казалось бы, столько ошибок было в истории, и мы все равно эти ошибки повторяем? Обычная жизнь. Наверное, поэтому. Потому что мы всегда думаем, ну, это не с нами произойдет. вот опять получается, опять это не с нами произойдет. Потому что у нас есть одна проблема, которую я давно-давно заметил еще. Надо бороться, сделать так в государстве, чтобы жизнь каждого человека была на вес золота. И вот этому починить всю стратегию государства, каждого человека. лозунг Великой Отечественной, кто-то говорил, я не знаю, насколько это правда, бабы нарожают, надо заканчивать. Этот лозунг надо заканчивать. У нас к людям, к сожалению, отношения нарожают. Вот этого у нас нету до конца. Отношения у нас государство надо сделать так, чтобы человек стал в основе всего и всех. Я родился в 89-м году в Беслане. Родился достаточно тяжело, с очень редкой аномалией. Это обратное расположение органов зеркальное. То есть у меня сердце справа, печень слева, селезенка справа. Ну, то есть у меня все зеркально внутри. У тебя реально сердце справа, печень слева. То есть зеркально расположены органы. И при этом у меня хронический обструктивный бронхит легких. То есть у меня родился уже с бронхитом легких. Сказали, что я не выживу. И на хате даже гроб сделали маленький. Ну, уже вот-вот я, короче, должен был умереть. То есть я был синий весь. Ну, прикинь, 89-е годы зима там, вот эти вот какие-то... Ну, может, не было таких, видимо, способов быстренько реабилитировать младенца. Но, видимо, ну, получилось так, что планы изменились у меня или у кого-то еще. И в итоге, ну, я выжил. Мы сразу, короче, мама с отцом поехали в Питер там. Ну, то есть дома не смогли продиагностировать, что со мной, как вообще, в принципе. Я вот на вот-вотах долетели до Питера в Институт пульмонологии там. И там мне уже поставили диагноз и начали лечить, короче. Под конец второго дня вечером я потерял. Ну, короче, уже по-другому начал реальность воспринимать иначе. То есть у меня уже начались конкретные игруки. Видимо, от обезвоживания или еще что-то, не знаю. То есть у меня создалось впечатление уже где-то за минут 20 до уже взрыва изнутри, что ребята выходили на улицу и есть там во дворе был кран, из которого вода всегда текла. И у меня, короче, создалось впечатление, что ребята выходили на улицу попить воды. Их выпускали. Типа, их выпустили воды попить. Я такой сижу и соседу говорю, Вадик, говорю, ну, я так это просто помню, там можно воды попить, говорю, по ходу. И вот в момент, как я встал, так долбануло сходу. Я рухнул, такой лежу, ну, там уже, ну, звуков не слышал. Кто-то там бежал по тебе, кто-то упал на тебя, потом следом за ним еще один взрыв был. И вот, но к тому моменту я уже поднялся, ну, у меня уже к тому моменту было горло, ну, я, короче, лежу и не могу понять, откуда у меня воздух, короче, идет. Раз, ну, трогаю, у меня из горла, короче, прям хлещет кровь. Не смотрел, килл била, когда на руку отрезал, а там фонтан такой. Это у меня примерно то же самое было. И где-то еще на задворках разум говорил, типа, надо перетянуть очень сильно, думаю, горло. Я перетянул какой-то тряпкой горло свое. Если видел, подоконники высокие там были. как-то перевалился, залез на подоконник, но тогда еще силы были. Либо третий взрыв прогремел, либо что, короче, меня вынесло оттуда с подоконника, я упал, помню, оба колена ударил об кирпичи. там все как в тумане. На тот момент у меня уже звук пришел, я уже все слышал, стрельбу, крики, уже к тому моменту штурм начался. то есть, стрелять уже начали с обоих сторон. Из спортзала был выход в том дальнем углу вообще территории школы через гаражи. И мы туда все ломанулись. Когда начали заложники выбегать из школы, ответная сторона начала полностью поливать, как я понял, стрелять по школе, чтобы... Потому что эти стреляли прям по бегущим. Ну, террористы, как бы... А поливать начали? Наш, как бы, чтобы они не имели возможности в нас, как бы, в бегущих стрелять, как я понимал. У нас в каждом... Вот в каждом из таких дворов у нас есть хазар, дом, мы называем это, в котором происходят все праздники и какие-то эти. И вот мы забежали туда, зашли туда, я помню, я к стене прислонился и вырубился. Ну, то есть, это последнее че. Потом я очнулся в палатке МЧС, и тогда еще у меня голос был. Тогда еще говорил, и он меня спросил, типа, где, говорит, у тебя еще, мол, типа... Я весь в крови был, соответственно. Он меня просто спросил, где, говорит, у тебя еще ранение. Я говорю, у меня еще вот здесь очень сильно болит. А у меня там, короче, пол пули было, походу, какой-то осколок между этими застрял. Легкое не порвало, но как там застрял, не знаю. И все. И в этот момент я отключился. и затем произошло... Я в моменте лежу и просыпаюсь от того, что я, короче, в целлофановом мешке. Труп, мешок. Ну, то есть, меня накрывали уже, типа, я умер. Моя одноклассница, короче, рядом оказалась. Я не знаю, каким чудом просто. Я в этот момент просто глаза открыл. Из-за того, что я много потерял крови, они не прослушали кровь. Ну, короче, сердце, видимо, справа же у меня. И они подумали, человек, короче, отъехал. Смотри, то есть, они увидели тебя в отключке. Да. Послушали, приложили руку или что-то к сердцу. Да. И там оно не бьется. Ну, да. И они подумали, что я, ну, умер, наверное. И когда они увидели, человек глаза открыл, я реально лежу в черном мешке, прикинь. Для трупов. Да. Ну, и сходу меня оттуда вытащили, и там что-то как-то, и уже потом я оказался в больнице. Смотри, если бы ты не открыл глаза в тот момент, то теоретически ты... Ну, я думаю, что через какое-то время я бы, ну, потому что я не мог уже шевелиться. Ну, то есть, у меня сил физически хватило только, наверное, чтобы открыть глаза. Я не мог двигаться от потери крови или еще что, я не знаю. И в этот момент она, ну, типа, у него же, я еще помню, типа, у него сердце справа, у него сердце справа. Ну, прикинь, да? Это одноклассница. То есть, в момент, как я открыл глаза, она оказалась рядом, понимаешь? Осетинский флаг. Да. С чего это? Это я так намотал просто, ну, чтобы, чтобы не забывать свои корни. Как тебе живется в Москве после Осетии? Я вот только недавно приехал, я дома месяц был после концерта. Я, если честно, очень люблю это, ну, место, сам город Беслан, Осетию. Наверное, скажу так, что везде был бы своим, но понимаю, я обязательно вернусь жить, ну, доживать, наверное, свое время какое-то, определенное, дома в Осетии. Но сейчас считаю, что нужно находиться в Москве, чтобы, ну, как-то, в общем, по ощущениям, мое место сейчас здесь. Потому что это центр ремесла. Да. Очень много людей со всего мира начали оказывать поддержку всяческую. Все приглашали там. в реабилитационные центры. То есть, ну, то есть, просто даже люди, которые просто жили, вот, условно говоря, кто-то, семья в Лондоне просто, она говорила, мы можем взять там 10 человек себе, чтобы они нас пожили, увидели. то есть, отвлеклись от этого, да. И мне мама говорит, ты не хочешь поехать в круиз на Кубу? Получилось так, что этот, это был человек из Мексики. У него был, на тот момент, он был достаточно, ну, большой фигурой в Латинской Америке. И он изъявил желание пригласить просто детей, показать им, что есть другая сторона в жизни. Я только сейчас это понял, что то зло, которое, ну, конкретно меня настигло, мне жизнь показала, что есть добро, ну, есть добро соразмерное там. Не знаю, поймешь ты или нет, но это очень тонкая вещь, когда я в первый раз, его зовут Хорфе Вергара, когда я с ним первый раз увиделся и посмотрел на него, первое, что он спросил, как ты себя чувствуешь. Просто человек на испанском спросил меня, как ты себя чувствуешь. Он спрашивал об этом каждого, как вы себя чувствуете. Что у вас сейчас внутри и как я могу вам с этим помочь. Несмотря на то, что нас не заваливали бабками, но у нас было все. Нам показали, я впервые в жизни увидел этот Карибский берег с белым песком. Я увидел лайнер в 14 этажей. У нас был круиз по Карибскому бассейну и я был просто, я на две недели просто выпал из реального, ну, и выпал из той реальности. Вот честно, мне понравились люди сами, которые так добродушно отнеслись к нам. Вообще люди сильно понравились. На тот момент, до этого Крузия, я был тотально уверен в том, что я вырасту и буду работать в органах и всю свою жизнь я посвящу борьбе с терроризмом и вообще в принципе с любым проявлением экстремизма. Я буду мочить всех бородатых чуваков. Я буду самым агрессивным человеком в мире. Я буду делать все, чтобы зло не проникло в этот мир, но при этом действуя со злобой. Так. Это бы означало, что я проиграл, что эти люди, которые пришли в школу, добились того, чего хотели. в отношении я всегда говорю просто про себя в отношении меня, например, что я пропитался этим, что я ничем... А круиз-карибский он переформатировал? он меня изменил, потому что я на тот момент уже был уверен, что весь мир такой, что этот мир теперь уже хочет просто постоянно держать меня в состоянии агрессии, что он хочет, чтобы я что-то сделал агрессивное. Смотри, ты Музло пишешь здесь, да? Да, я и вот товарищ Никита, мы все сделаем здесь. Альбом тот, который был, все это было тут записано. Смотри, на альбоме вся музыка, все биты ваши. Нет, биты мы покупали. Тогда первый альбом он был конкретно с покупкой битов, с правами, со всеми делами. Тогда еще я не писал музыку сам. Бота пришла уже, как бы трансформировалась, и вот сейчас только началось как-то воплощаться в полный продакшен собственный. Вы наигрываете мелодию через эти штуки? Да, записываем все, да. Потом сводим. по году годы стирают грани, часто зависаем вместе. Так интереснее, если будем в нашем месте творить историю, не зная поражений. В стиле мы в этом ритме сила, чувствуешь, как сильно. Я правильно понимаю, что твой генеральный месседж в том, что проблема и зло от молчания, а если люди говорят и делятся, то тогда гораздо больше шансов, что будет хорошо а не плохо. Все верно, потому что зло — это не что-то запредельное. Это не что-то, что оно рождается в нас. Оно рождается в тот момент, когда мы не можем справиться с чем-то, и в тот же момент мы не можем этим поделиться, просто потому, что мы самые сильные, мы самые твердые, мы самые крутые, можем справиться со всем. Именно в этот момент происходит эта подмена понимания того. И именно поэтому я здесь. Просто сказать, что человеку нужен человек. Это заезженные фразы, но это так. Короче, вот это мне подарили мой один очень важный человек в моей жизни перед концертом. И я очень, ну, короче, мандражировал, типа, как выступать. И вот тут написано, смотри, sing like no one's listening. А поет так, как будто никто не слышит, сверху написано, танцуй, как будто никто не видит. И вот это, короче, вот выражение очень сильно мне помогло на концерте, потому что, ну, как вот, как будто бы отключило всех. А это был первый концерт, и вот после него как груз с плечи поломил. И вот после него, как вы относитесь к принципу, с террористами мы переговоров не уйдем. Как к принципу хорошо отношусь. Как к принципу. Если думать, скажем так, о национальной безопасности, да, то понятно, чем продиктован этот принцип. Понятно, что террористы, которые, возможно, планируют что-то на следующий раз, они должны понимать, что это будет бессмысленно, потому что с ними никто не будет вести эти переговоры не пойдут на уступки. Но в то же время, мне кажется, вот декларируя этот принцип, государство, тем не менее, должно, пусть там как-то даже тайно, но делать все для того, чтобы спасти заложников. И вести эти переговоры, пусть тайно, пусть про это никто не знает, но оно должно сделать все, потому что человеческая жизнь, ну, я банальности говорю, мы все знаем, она бесценна. Но у нас в стране, к сожалению, это не так. Вот у нас в суде, я лично свидетель этому, пришел переговорщик, уполномоченный ФСБшник, который, Зангионов, который вел переговоры. На все вопросы суда, количество заложников, требования террористов, все буквально. Он говорит, не знаю, не знаю, мне ничего не говорили, меня не вставили в известность, у меня не было информации, я ничего не знаю. Он же говорил, это же голос был... Да вот он, вот как он говорил, мы так и не поняли, о чем он говорил, если он даже количество заложников не знал. То есть, получается, что он говорил с террористами, которые ему не сказали, сколько у него взяли заложников. Может, он брал на суде? Я думаю, что он действительно не знал. Вот почему проблема. Что вообще, вот как таковой, прорабатывался только один сценарий. решить проблему силовым путем. Почему? Чтобы показать, что... Мы крутые, мы мочим всех в сортире, нас не запугаешь, хоть миллион детей возьмите в этой стране, все равно... Они хотели, чтобы с ними перегрыл кто-то на высоком политическом уровне. И в штабе политическом, есть военная часть, есть политическая. Кто-то предложил Карелина. Они любят борцов. Я говорю, я им говорю, слушайте, ну, Карелин, уважаемый Саша, хороший парень, уважаемый, ну, им нужен политик, дайте им какого-то, ну, там, ну, хотя бы на уровне, министра, ладно, захватили школу, ну, министра просвещения, пусть, для образования с ними говорит. Он член правительства уже. Или зампред, который отвечает. Ну, это же его школа. Он ему, сам Всевышний, должен был, министр должен выходить и спрашивать, что там происходит с нашей школой. Вот он, хотя бы он должен был с ними говорить. Ну, выйди на связь, по телевидению, телевизор работал. Как он, Черновойник, Виктор Степанович, разговаривал же. Ну, чего мешал, вот так же поговорить. Ну, говорите с ними. Ситуация же должна, тем временем работала-то на спасение людей. Над Черномырдином многие смеются за тот разговор. Очень много людей. Кто смеется, пусть они сделают так, пусть они представят. Вот я всегда удивляюсь, когда говорят, что Виктор Степанович совершил ошибку. А вы своих детей туда заведите, своих сестер, матерей, детей, посадите в школу и говорите, что не разговариваете. И смеетесь над Черномырдином. Вы, когда чужие дети, конечно, можно смеяться. Но когда твои, ты поставь себя, своих детей в это положение. Но Виктор Степанович спас людей. Он же спас людей. Что он, ситуация изменилась в Чечне? Ничего нам не изменилось. Война закончилась, потом вторая началась. Если мы говорим о спасении людей, а если мы говорим о чем-то другом, это надо о другом говорить. Хорошо. Черномырдин лично разговаривал с Шамилем. Он что, героем стал? Где эти почти около 200 трупов, которые в результате этих переговоров были. Они так же похоронены, как наши дети. И что Черномырдин чуть ли не любезнечил с ним по телефону, как со своим братом родным. Считается, что если бы он не разговаривал с ним, то жертв был бы Я не знаю. Я говорю, когда говорят, почему не разговаривали? Было время, и разговаривали. Что это меняет? Но еще раз, Буденовск считается примером того, когда все-таки вопрос был решен. Ну да, когда 170 похоронено, кладбище закрыто, вопрос решен. Черномырдин сейчас все считают слабаком, что он тогда взял трубку и поговорил с Басаевым. Я считаю, что это поступок, может быть, не великого, но существенного политического деятеля. Он спас очень многих людей, своих людей, своих граждан. Такая же ситуация... Вам могут сказать, а если бы мы все-таки тогда замочили Басаева, то не было бы всех других терактов, вдохновленных им или осуществленных им. Я еще раз говорю, в основе всех этих терактов чеченская война. Не будет войны, не будет терактов. Только так решается эта ситуация. Поэтому не было бы Басаева, был бы кто-то другой. Был бы Гилаев, был бы Хатаб, был бы Умаров. Террористы были уничтожены, когда были прекращены военные действия в Чечне. То есть террористические акты прекратились не только потому, что уже после Беслана достаточно... Даже еще долгое время на самом деле были теракты, много было терактов. Но как только все-таки в Чечне прекратились масштабные военные действия, как только население перестало поддерживать террористов, боевиков, не террористов, боевиков, боевики, постепенно террористическая активность северо-кавказского подполья сошла на нет. Все равно эта ситуация, если так реально оценивать, чем мы убьем террористов, мы продолжим войну в Чечне, у нас не будет террористов, у нас будут террористы на самом деле. Как вы относитесь к принципу российской власти с террористами мы переговоры не ведем? Опять-то о чем я говорю, можно не разговаривать. Принцип очень красивый. Предложите другой принцип. Значит, вы говорите, разговаривать не будем, всех убьем. 333, это много и мало погибших. А в Нурдосе не говорили, ну и все. Но мы же должны спасти людей. Разговаривать это один принцип. Может, не разговаривать. Но если у вас есть уверенность, что вы проведете операцию без потерь, проведите ее. но я пока не видел ни одной операции без потерь. Найдите мне хоть одну. Виктор Степанович поговорил, все вышли. Все выросли уже. Вон они живут, здравствуют. И я видел уже девочек, которых я вывел в Хорватии. Кстати, мэр Загреба, он каждый год по 50 человек до сих пор вывозит в Хорватию и они там отдыхают. Ну я всегда так говорю, поставьте своих детей. Хорошо на чужих детях и людях свои принципы организовывать или отвоевывать или декларировать. Ну своих посади туда. Вот представь, твои дети там находятся. Или близкие тебе люди. И вот тогда и говори, что мы не разговаривали с кем. Понятно, что раз вы это допустили, ведь вопрос в чем? Почему допустили, что школу захватили-то? Где была агентурная работа? Почему они проехали столько и зашли в школу? Они же прошли через сколько километров отряд этот на уазиках, на грузовиках и так далее. Ну раз вы допустили такой косяк, я так грубо скажу, ну тогда надо как-то действовать в соответствии с этим косяком. Ну мне чуть полегче, чем Фатьке. Моя жизнь, у нее жизнь зависит от этих поездок, в буквальном смысле. Спустя 15 лет все равно ее жизнь от этого зависит. А в моем случае это зависит просто здоровье. Я могу где-то и там в местном реабилитационном центре перекантоваться, чтобы просто хотя бы минимум что-то можно. А вот что, действительно, в Германии лучше? Да, намного. Ну то есть я же не говорю, что везде в Германии лучше, просто я знаю клинику. В этой клинике был результат и есть. В нем был как вот первый спустя там месяцы результат ощутимый, где и пошли все. в общем моим прогнозом было максимум сидеть. Максимум сидеть. И это говорили и в Москве, и сами немцы, и никто не думал, что что-то может еще быть. Я могу рассказать историю, как мне нога зашевелилась. Я скажу. Первый раз. Вот у немцев так положено, что главный грач клиники он раз в неделю делает обход по всем пациентам, которые у него там лежат. А у нас был доктор Майнерс, такой взрослый дядька, такой серьезный профессор. И вот он приходит на обход с моим лечащим врачом и с моими инструкторами. И вот они стоят, и я тогда немецкий особо не понимала, и что-то друг с другом разговаривают, разговаривают. Потом он на меня такой смотрит, такой, пошевели правой стопой. Я на него смотрю, ну попробуй. На английском он тогда со мной общался. Я пытаюсь пошевелить, ну не получается. Такой, а пошевели левой. Я пытаюсь и шевелиться. И тут тишина. И они, ну может с пастика, может случайно, может шевели еще раз. Еще раз опять шевелиться. Еще раз опять шевелиться. На меня мои инструкторы смотрят. Ты говоришь, что в чем дело, ты вчера после занятия не могла ничего этого сделать. Я не знаю, мушевелится она. И тут они все, сейчас зовем иметь персонал, собирайся быстро в зал. И вот меня были все эти вниз, в зал, там чуть ли не полклиники собирается, консилиум. Как дальше быть с реабилитацией. И если раньше, то есть в основном упор делался на руки, чтобы было ясно, что руки поддаются, ноги так просто, чтобы не атрофировались. А вот тогда они собрали у них, перестроили весь план реабилитации и стали делать уже акцент и на ноги. И оттуда уехала, вот это было где-то три месяца спустя реабилитации, через два месяца еще я уехала, и они мне еще колено разработали. Я научилась еще колено сгибать. И вот тогда уже стал вопрос, что ну нужно активнее заниматься, что если есть какой-то шанс, то нужно вперед и с песней. Республика помогать пытается? Республика помогает. Вот все происходит силами республики. А так, чтобы деньги упали из Москвы, от государства, а не от честных лиц, такого не бывает? Такого не бывает. Но помогают, допустим, когда есть необходимость обследовать и лечить в каком-то медицинском учреждении Москвы или Санкт-Петербурга. Конечно, тогда подключаем Минздрав России. И, конечно, тогда вот эта помощь оказывается. Тогда их берут, обследуют. Но это все единоразово, это из года в год просьбы, обращения. Хотя я считаю, что это в Минздраве Российской Федерации должна быть программа лечения и реабилитации жертв теракта. Как государство после этого помогало жертвам теракта? Очень были большие компенсации. Путин подчеркивал, что он лично обращался за финансовой помощью к госкомпаниям, чтобы они жертвовали. Действительно, были большие пожертвования. Газпром много чего сделал для Беслана, например, спортивной площадки. Школы были построены. Денег дали много, но это была одноразовая помощь. Было не так много раненых, тяжело раненых во время Беслана, пострадавших. И все равно было понятно, что им нужна будет многолетняя помощь. Этого не было уже через несколько лет. Люди ходили протянутой рукой, у всех просили, просили. Сейчас они уже всем надоели, они до сих пор просят. А это соответственно уже никого не интересует. Трагедия уже не настолько болезненная. Но огромное количество детей нуждалось в реабилитационной помощи. Это системная помощь должна была быть. Этого не было сделано. Я знаю, что при Мамсуреве, это было в общем, это им ура Мамсуров, его дети были в этой школе, в заложниках. Он близко принимал к сердцу эту трагедию, и у заложников было легче с помощью, чем сейчас. Тима Цгоева. Спустя год после Беслана она была прям в вегетативном состоянии. Сейчас это человек, который совершенно другой. Невозможно представить, что еще недавно все было просто чудовищно. При этом на реабилитацию в Германию их семья собирает деньги. Сначала продавая квартиры, потом просто обращаясь к людям, где-то футболист Загоев, где-то кто-то еще. В общем, что называется, идет по миру. Почему? Я точно могу сказать, что и Фатима с Гоевой все эти годы что-то получали. Другое дело, я вам могу сказать, я умру, а они еще будут жить, и, к сожалению, по тому состоянию здоровья, в котором находятся эти дети, до конца жизни им надо будет помогать. И сегодня, вот когда вы говорите по миру, я прошу быть аккуратней, потому что сама Фатима скажет, мне помогает, но этого иногда недостаточно. Это совсем другое. И я сейчас уже почти пять лет не работаю в республике, поэтому я не могу сказать, что я делаю и что не делаю. Вот объясните мне, как человек, который работает на государство, как человек, который работает в государственном органе. Да. Я опять-таки молодой и наивный, но государство допустило захват школы в Беслайне. Несколько семей после этого постоянно нуждаются в реабилитации. Да. В моем представлении, чтобы загладить вину перед своими гражданами, государство, особенно то, в котором в нулевые годы брызжала нефть очень дорогая и было достаточно денег, оно закрывает все потребности этих людей на всю их оставшуюся жизнь. Это нормальный закон взаимодействия государства и людей в такой чудовищной ситуации. Почему этого нет? Ты бы был прав, если бы это было то, что произошло со всеми или с абсолютным большинством. Я еще раз говорю, ну вот сейчас, я же не буду рекламировать себя. Вот есть две семьи, вот сейчас я с тобой разговариваю, а я этим занимаюсь. Вот точно такая же женщина, которая все деньги и все время тратит на то, чтобы в Германии лечить дочку. Она оставшиеся деньги в Краснодарском крае вложила в жилье, там ее обманули, воспользовалась тем, что она в очередной раз в Германии не смогла явиться. Я этим сейчас занимаюсь, там все эти краснодарские суды наизнанку выворачиваю, другая семья здесь. Парень вылечился, вы его все видели, кадры с ним прошли во всех, по всем и зарубежным телеканалам, который лежал в больнице. Вот. Ему, его надо трудоустроить, не получше. Я этим тоже занимаюсь. То есть мы занимаемся каждым. Другое дело, есть семьи, в которых точку не поставишь. А если вот такие есть случаи, то давай для пользы дела, дай мне их, я ими займусь тоже. Вам возразят, слушайте, ну а что это они хотят в Германию? Не слишком же, вот в России же тоже можно, мы там, не Африка, у нас страна, где тоже где-то можно реабилитировать. В Германии, потому что шунт Фатими Цгоевой был поставлен в 2006 году, он, это значит, вот пластинка здесь, и сам жгут идет до самого пищевода, эту конструкцию ей установили в Германии. Когда наши врачи, наши российские врачи предложили забрать ключ, ну как бы регуляции осмотра вот этого, вот этой конструкции, и что здесь могут проводить такие же манипуляции, ну на вопрос родителей, а вы справитесь, может быть хуже или может быть лучше, ну врачи ответили, что ну мы посмотрим, мы должны как-то здесь уже наладить, у нас тоже есть силы, есть знания, ну гарантии никто не дает, понимаете, гарантии в Германии никто не дает, потому что она едет каждый раз, ей становится чуть-чуть лучше, она приезжает, ей становится хуже, потому что когда там проводят обследование и потом реабилитацию, вот такой же уровень реабилитации должен проходить здесь, но его не бывает. в Беслане вот этого уровня, ну конечно, вы сами видели, нет, в Москву тоже, ей предлагали поехать в Москву, но родители хотят, чтобы она проходила реабилитацию и дальнейшее лечение в Германии, где ей изначально поставили этот шум. Я считаю, когда нам люди говорят, что вот они капризничают, вот они вот так хотят, я считаю, они имеют право капризничать, и поэтому если родители настаивают на том, пусть это будет их каприз. Неужели так трудно государству исполнить этот каприз? У вас нет ощущения, что Беслан, он нужен, ну прям маленькому количеству людей? Ну вы в Совете Федерации, потому что это вас лично коснулось, может быть еще несколько этнических посетей? Я тебя обрадую, сразу после Беслана мы собрались все, убитые горем, я сказал свое мнение, держитесь друг друга, все эти сказки и сопереживающие к нам по поводу и без повода приезжающие люди, они, спасибо им, конечно, но придет время и никому мы не нужны будем. Пройдут другие трагедии, если мы не будем держаться друг друга, то ничего не получится. Вот это то, что я говорил и сейчас буду говорить. Ну, действительно, тогда вопрос, а как вы считаете, нужны ли вы Владимиру Путину? Нужны, потому что он постоянно интересуется, потому что очень много было по просьбам, звучащим из Беслана, сделано для Беслана. Потом был Медведев президент, поехали к нему на прием, даже мимо меня и зашли напрямую и тоже много сделал. Но еще раз говорю, если есть нерешенные вопросы, они нам известны. Вот вы называете, я знаю, о ком идет речь. Только вам надо показать, что вы вот выявили их, а нам они известны. Все, что можно, мы делаем и будем делать еще. У вас никогда не было мысли о том, что вот такое инертное отношение к людям, оно из-за того, что вот там, на самом верху, тем Беслана стесняются или, может быть, наоборот, не хотят к ней возвращаться по каким-то причинам? Я так думаю, не хотят возвращаться, это одно. Хотят тему Беслана забыть, это второе. И третье, я думаю, вот там в структурах уже поменялись люди. Есть перемены и, наверное, пришли другие, которые уже мало знают о Беслане и которые, и которым, понимаете, вот они застали вот этот период, и в этот период работает, а то, что было там, вот их уже мало интересует. И у вас нет ощущения, что вы это делаете без достаточной поддержки вашего начальства? Вы знаете, поддерживать того, кто шатается, или поддерживать штаны, которые падают. Я не люблю эти слова. Какая поддержка? Я живой человек. Если я что-то могу сделать в рамках того, докуда я достаю, то это моя философия. Рассуждать о человечестве, о моем народе, это не мое. Это пусть рассуждают те, которые никакого значения не имеют. Если я что-то могу сделать, и у меня много таких, как я, одноклассников моих, и семьи, которых половину семьи мы закопали, тогда другая живет. Мы продолжаем хоронить этих детей, вот соседнего парня мы похоронили, спасали, спасали, и во всех зарубежных клиниках, но в итоге похоронили. Что нам сказать, что мы зря потратили деньги, что ли? Вы поймите, о чем я говорю. Я вас хочу окунуть в то, в какой атмосфере мы живем. И чтобы наша реакция была вам понятна. Мне реакция жителей понятна, мне не до конца понятна реакция ваша. Вы пострадали, вы, у вас очень много вопросов к расследованию, у вас есть вопросы к штурму? Есть. Вы признаете, что там все равно есть много несовершенных вещей, но при этом вы вписываетесь за Владимира Путина, который ответственен за это так, что я не могу этого понять. Не приведи бог мне оказаться на вашем месте, я понимаю, что... Значит, у меня никакого резона нет вписываться за Владимира Путина, но я не хочу быть в толпе этих бездарей, которые говорят, вот Путин виноват, и они герои, они помогли моему Беслану, они вырулили ситуацию. Путина давайте повесим, расстреляем, и все. О чем они говорят? Давайте я скажу. Мы говорим о другом, что мы никого не призываем расстреливать. Мы призываем, чтобы человек, которого топ-менеджер государственной компании получает 50 миллионов зелени в год, чтобы у него семья Дучко не жила в нищете, чтобы Диана Муртазова каждый год ездила на реабилитацию в Германию, чтобы Фатима Цгоева не собирала деньги через новую газету, Russia Today или что-то еще. Вот наши претензии. У вас закончились пальцы на руках. Да. А давайте еще куда-то перейдем. Очень много таких вы найдете несчастных. Но если бы я считал, что мой протест против Путина, у меня оснований для этого нет. Я видел этого человека и в 2004 году, и в 2005 году, и потом, и я никогда не видел, чтобы он спокойно реагировал на тему Беслана. И что очень много вопросов, которые государство тогда должно было решать, они решались. И я был с ним всегда на прямой связи, и все правительство России по поводу стоило мне приехать в Минфин или в любое министерство сказать, вот эти расходы нам нужны, на то, на это, на это. Все подписывалось без всяких разговоров. И когда я это сам вижу, а мне все равно говорят, а ты прокляни его. Я прагматик, ну проклял. Что дальше? Не, не прокляни. Возьми у него деньги. Ну да, да. Хорошо. Я найду способ. Вот в этом история. Чтобы деньги были не у топ-менеджментов Роснефти, а у Фатимы Цгоевой, и Дианы Муртазовой, и Дучко. В те годы одним из конкурентов «Коммерсанта» были «Известия». И главного редактора «Известий» Рафа Шакирова сняли за разворот фотографии в газете. За восемь, за четыре, ну в общем восемь полос подряд. Это были фотографии, которые настолько били по нервам, которые вот, ну вот ты смотрел их и понимал, что где я живу, как это вообще могло произойти, где вообще эта власть, где это государство, где президент, почему это произошло. Понятно, почему его убрали, Шакирова, учитывая, собственно, где мы живем и всю политическую составляющую. ведь после этого, понимаете, после люди, которые увидели эти фотографии, они перестали вообще верить в то, что если они окажутся в такой ситуации, их спасут. То есть вот мы это, мы это поняли в Беслане 3 сентября, но нас немного там было, а вокруг огромная страна, и вот она увидела это, представляете, она тоже это поняла. Все, кто это увидел, они тоже это поняли. Это же страшно. Ты теряешь вообще веру в свое государство. Ты теряешь веру в то, что ты защищен. Ну, жить без веры очень страшно. Как Беслана изменила Россию с политической точки зрения? Колоссально. Она под соусом борьбы с международным терроризмом. Впоследствии у нас много вещей в мире было под этим соусом сделано, очень нехороших, и продолжается делать. Но вот мы под тем, что мы должны быть, если вы помните, у нас были огромные митинги в Москве, которые там Соловьев устраивал, Владимир. И под этим соусом были отменены выборы, губернаторские выборы в России. В чем смысл митингов был? Его организовали власти? Да, ну, то есть мы все солидарны с властью, что она борется с терроризмом, такими способами, в том числе политическими, уничтожая все демократические институты. Ну, в общем. Отменили выборы губернаторов, и, в общем, с тех, это была отправная точка к закручиванию гаек, к понижению демократии. Да. Да, во многом. Без Беслана Россия была бы другой? Если бы спасли детей, она была бы другой. Да. Какой? Более гуманной. Может быть, было бы все по-другому сейчас. Не так жестко, не было бы таких завинчиваний. Может быть, и Путин бы спокойно ушел, и давно бы уже власть сменилась в стране, ему не надо было бояться и оставаться по этому во власти вечно. Может быть, все было бы по-другому, если бы детей тогда спасли. Как вы считаете, государство сделало все возможное для того, чтобы спасти детей? Я считаю, что нет. Надо было работать дальше. Исключить случайности. Я боюсь, что там было еще некоторые случайности. Вот когда ты такие вещи проводишь, то надо случайности. Вот первая случайность могла бы быть с этими ополчанцами. Вот образно. Где гарантия, что какой-то ополчанец с дуру не стрелил в школу и оттуда ответный огонь? Возможный вариант? Да. Раз. Вторая случайность, которая... Вот я думаю, что произошло, когда... Вот этот самый вопрос у меня, когда трупы вывозили с этой... Вот 20 трупов собирали. Что там произошло? Какая там случайность произошла? Два. Потому что я по разговору понял, я понял, что боевики не знали, что дальше делать. Ведь вопрос в чем стоит? Ведь эти же политики... Они же прекрасно понимали, что политические требования... Они думали, что где эти там сейчас все пойдут? Политические требования мы играли, что вот такими... Как их выполнить? Вот как выполнить вывод войск? Ну... Ну, надо было заниматься, заниматься, заниматься. Надо всегда разговаривать. Вот когда... У тебя дети есть? Да. Маленький ребенок был? Ну, только раз они есть, то, конечно... А вот когда плачет, ты же утешаешь? Ну, да. Ну, вот и надо утешать. Вот надо утешать, спокойно работать с ними, разговаривать, размягчать ситуацию, говорить, выводить, выводить. Там же... Ну, вывел я 26, ну, можно еще выводить людей. Хотя бы это... Вытаскивать, вытаскивать, вытаскивать. Я... Там же не звери были? Я же разговаривал с этим командиром. Ну, он тут... Зверь. Ну, хорошо. Ну, как можно... Нет, нет, стоп, стоп. Я говорю, никакой звери в прямом смысле. Это же человеческое обличие. Любого человека, какого бы он ни было, можно размягчить ситуацию. Это понятно? Ты с крокодилом разговариваешь, там он ничего не понимает. Это лев захватил, естественный лев захватил, ты ему хоть что будешь говорить, вот он схватил свою жертву в зоопарке, и он грызет, блин. Тут надо просто убивать. С любым человеком, какого он ни было, в мозге надо было разговаривать и разговаривать. Правильно ли думать, что государству больше нравилось бы, чтобы про Беслан не вспоминали? Да. Да, им очень хочется, чтобы забыли, не помнили, потому что все знают, что они там сделали. Я правильно понимаю, что Путин был в Беслане только один раз? Да. В вечер после штурма? В ночь после штурма? Да, в ночь на 4 сентября. Как вы думаете, почему? Я бы сказала, наверное, могла бы сказать, что, может быть, ему было стыдно, хотя, честно говоря, я не знаю, я ни разу не видела у него на лице выражение стыда. Но мне хочется верить, что ему было стыдно, а может быть, он просто хотел избежать громких упреков в свой адрес. Может быть, он испугался, не знаю. Путин был в Беслане ровно один раз. Может быть, да. И всего пару часов после штурма. Как вы думаете, почему? Ну, если я вам скажу, что он был еще раз, и мы с ним были на кладбище, когда он выехал в разгар Юго-Остинской войны. Я его повез ночью туда, в лес, где принимали раненых, тяжело, и он там повстречался с ними, чтобы услышать прямо от них, от тех, которых оттуда только что час назад привезли, и обратно по возвращению в аэропорт, мы опять с ним стояли там, и он был здесь. Это в каком году? В 2008-м. А сколько раз надо, чтобы перестали эти вопросы задавать? То есть у него был секретный визит такой? Почему секретный? А это освещалось по-моему, по второму каналу, по всем каналам. Как ваше отношение к Владимиру Путину изменилось после Беслана? Никак. А что он должен изменить? Я же видел, я знаю, как он управляет. Никак не изменилось. А как он управляет? Ну, он жестко управляет. Угу. Как вы к такому подходу относитесь? К жесткому? Я отношусь... Жесткий подход, конечно, нужен, вот смотря где и когда. Есть жесткий подход, надо и стукнуть колоком. Но когда касается жизни людей, нужно, конечно, понимать, что это люди, которые появились на свет для того, чтобы жить. вы считаете, что страна предала своих детей? Да. Почему? Ну, она их не спасла и даже не попыталась. я прошла очень много горячих точек и видела много терактов, в частности, теракт на Дубровке, где тоже было очевидно, что, лично мне было очевидно, что у государства не было задачи спасти как можно больше заложников, у государства была задача замочить террористов. И с этой задачей оно справилось. А сколько там погибло людей, ну, это уже издержки, как говорится, ситуации. И Беслан это углубил, понимаете, вот это понимание, что мы это просто какие-то шестеренки, да, что каждая, ну, бабы еще нарожают, каждая жизнь, она не имеет ценности в нашей стране. Потому что если даже для детей не сделали все, что нужно было, о чем можно говорить? в нашей стране. Да, есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok